Всем здравствуйте! Я предлагаю начинать. Меня зовут Маргарита, я организатор этого мероприятия и остальных мероприятий в компании Рубиус, и в частности конференции метапов DevPro для разработчиков, project-менеджеров и всех тех, кто работает в IT и технологической сфере. Сегодня у нас метап новой техники менеджмента и сейчас я бы хотела дать вводное небольшое слово создавателю компании Рубиус Антону Викторовичу Кудинову. Пожалуйста, ура, аплодисменты! Спасибо, Маргарита, спасибо всем! Приветствую вас, друзья, на этой площадке. Для тех, кто не знает, почему мы здесь собрались, и что такое компания Рубиус, нам 16 лет, мы работаем по всему миру, занимаемся заказной разработкой и IT образованием. У нас много заказчиков, и, что самое важное, эти заказчики по всему миру и в России, и в других странах, и мы являемся организатором конференции DevPro. До коридные времена нам удавалось собрать 100 тысяч человек на двухдневном таком интенсиве. Естественно, последние два года мы работаем в совершенно другом формате, но мы не оставили идею собирать IT-профессионалов, потому что эта конференция исключительно для IT-профессионалов, она меньше про бизнес, про науку или что-то такое, она больше для разработчиков и других IT-специальностей, которые есть в нашей отрасли. И мы разбили ее на серию более мелких метапов, которые объединены общей идеей, собирать вот таких вот людей, которым интересно обменяться экспертизой по каким-то более узким актуальным темам. Последний раз мы такой метап собирали, если я правильно помню, в декабре. Он был на этой же площадке и посвящен GameDev. Сегодня мы собрали продакт и проджект менеджеров. У нас четыре просто замечательных спикера четырех разных компаний, четырех разных команд. Они расскажут про нюансы как продуктовой, так и проектной разработки. Естественно, мы понимаем, что у нас каждый день практически появляются у компании новые вызовы и от качества проектного или продуктового управления сейчас критично зависит любой IT-бизнес. И поэтому спасибо вам большое за то, что вы пришли и согласились обменяться вашим опытом, вашей экспертизой по этим актуальным вопросом. Надеюсь, что ваши впечатления от этого мероприятия предзойдут ваши ожидания. Настраивайтесь на позитивную работу. Большое спасибо я хотел сказать, прежде чем мы начнем, большое спасибо хотел сказать партнерам. Это администрация Томской области, Центр инновационного развития, Smart Technologies Томск и кадровый центр работы РФ, в стенах которого мы уже который раз находимся. Всем спасибо и всем настраивайтесь на позитивную работу. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Коротко себе. Много дня работал в очень разных местах, в госкомпаниях, в западных, в отечественных, в геймдеве, в интерпрайзе, в банках. Короче, много всякого глядал за свои 15 лет карьеры. В какой-то момент даже не шло быть директором завода по металлообработке под Иваново. Это такой очень интересный опыт, о котором сегодня рассказывать не буду. Но о чем я сегодня расскажу? Сегодня попробую попробую у вас какой амбициозной задачи? Попробую вас научить предсказывать будущее. Вот такая амбициозная штука. Давайте попробуем. Что мне для этого потребуется? Мне потребуется от вас увлечение. Сначала у нас немножко скомка, на которую, наверное, несколько разбиваем. Давайте попробуем немножко размяться. Кто здесь руководит людьми вообще? Очень много людей. Большинство руководит. Класс. Как, соответственно, вот эта штука, которую я сегодня расскажу. Одна метрика очень простая. Вот есть такая форма ENBS буквально с одним вопросом. Укажи им фамилию, он лишний на самом деле. Насколько ты счастлив работать с компанией? Оценка от 1 до 10. И какой-то текстовый опциональный комментарий, который можно проводить. По сути, один вопрос у человека. Форма не анонимная. То есть там видно, что собираются отзывы почтовые ящики для отслеживания. Соответственно, эту форму мы собирали в скейнге по всем инженерам компании для того, чтобы производить интересные штуки. Вот сегодня покажу как раз, что можно этой формой делать. Взяли команду, собрали по ней отзывы по этой форме. И да, я ее наскрыл. Но здесь на слайде реальная команда из моего опыта работы в скейнге, с которой случилась интересная история, которую мы сейчас попробуем разобрать. Я ее наскрыл, чтобы не было понятно, но это настоящие люди за штуками. Что здесь изображено? В колонке С видно их ответы, сколько баллов они проставили. В колонке Е видно это количество дней работы в компании. Тоже очень важный индикатор, потому что у этих метрик есть такая штука как инерция, которая ну как это работает. Вы приходите работать в компанию, случается какой-то щит хэпунс, и ваше мнение о компании, если вы в компании три года работаете, какие-то мелкие изменения они не будут вас сильно аффектить. У вас трехлетний опыт, вы знаете, у вас три года все было хорошо, а здесь что-то случилось, но бывает. А если у вас в компании работает день-два, и что-то случилось, вы это воспринимаете уже гораздо иначе. Поэтому здесь есть большая инерция, чем дольше люди работают в компании, тем их отметки более инертны. Ну и в целом довольно важно понимать относительно других процессов. Я сейчас покажу, что еще, для чего это еще важно. что здесь еще. Внизу в строчке 11 отметка EMPS. Кто знаком с NPS вообще подходом, уже гораздо меньше людей. А для остальных, соответственно, эта хитрая метрика считается как количество девятых и десятых минус количество отметок меньше семи, деленное на общее количество оценок. Очень сложно, но на выходе показывают, насколько у вас люди в 9-10 секторе, насколько они там. Это, в общем, показать лояльность и здесь уже посчитано по этой команде 38 процентов. И снизу еще средний балл 8,38. Вот такая картинка. И давайте попробуем размяться на тему того, а что, какие выводы из этого дежборда мы можем сделать. Мне можно перебивать, стревать, говорить с места, что микрофон не нужен. У вас мастер-класс сегодня. Давайте, кто-нибудь. Мы недавно ждем какое-то событие не было приятного. Недавно. А почему недавно? Потому что ежедневно на 4 проработать на 3 дня. Ну, может, он грустный такой. Возможно. Так, гипотеза, что-то случилось. Что еще? Давайте, включаемся, ребята. Чем дальше работаешь, тем грустнее. Чем дальше работаешь, тем грустнее. Грустнее. Да, определенно такая связь прослеживается здесь. Да. Что еще? Скорее всего, в одной команде люди не менялись, не было ротаций. Ротаций не было довольно мало. Да. И здесь инженер 7, так отметили. Здесь все-таки, я думаю, многие следят именно за Team Lead. дома, кто-то входит на этой команде и если не должен уйти. Хорошая гипотеза, что, возможно, Team Lead задает здесь тон. Есть что-то еще? Общая атмосфера. Какая? Ну, не до конца все довольны. То есть, есть ряд недовольных людей какими-то решениями это оценки 8 и 7. И есть несколько человек, 9 и 10, соответственно, где это прям полноценный работа. Есть какие-то нюансы, но это не значительно. У нас неравномерная команда по удовлетворенности. Есть люди, у которых ок, а у которых не ок. Есть еще что-то по этой неравномерности, что здесь можно отметить? В целом нормально. Это не анонимно. Не анонимно, да. Смотрите, ок не спло, но здесь еще какая-то штука. Можешь заметить, что действительно есть расслоение в команде. Это расслоение коррелирует с колонкой E. Самые наиболее недовольны те, кто здесь довольно давно. А те, кто недавно, они более да, тем не менее немножко добиваются из этой истории, но вот инженер 1, 3 и 7, они очевидно здесь очень давно и они явно не очень довольны. Но что важно относительно этого, что это какое-то 7-минутное измерение и, конечно, делать глубокие выводы, хотя мы попробовали сейчас какую-то попытку для разминочки, делать нельзя, потому что сегодня 8, завтра 9, это штука колеблющая. Поэтому нужно, конечно, от одного измерения отталкиваться очень опасно, потому что она 7-минутная. Поэтому неплохо бы конечно иметь несколько. Но в целом, опять же, есть не очень понятно, да, 8,38, много ли это хорошо? 38% сколько это? Это хороший показатель или нет? Это не очень очевидно. Поэтому для этого лучше посмотреть, конечно, другие команды, как вообще это все в целом выглядит. Вот здесь по 6-ти командам, за которые я отвечал, здесь есть статистика. И можно посмотреть, что в целом 8,38 вообще говоря, худший показатель. Это очень плохой результат. Самый хороший результат находится в диапазоне типа 8,8 и выше, на самом деле. Это то, куда надо стремиться. И NPS в районе 75, а 38 там очень далеко от этого. Ну а, соответственно, только начало там в целом не очень все. И вот за 3 месяца. Соответственно, форма собирается раз в месяц. И уже набор измерений. Из него можно сделать иную. Даже ситуация, которая была в первый момент, она достаточно стабильная. Единственное, что здесь добавляется, у нас добавляется еще инженер номер 8, который пока мы меряли, в команду добавился. В который как добавился. Так. Гипотезы. Что может, что дальше будет происходить с этой командой? Вот попробуем потренироваться, предвидеть будущее. Ее будут лечить? Ее будут лечить? Ну, логично, да. Я вам про нее рассказывал, что мы с ней будем делать. Пойдет уровень. Пойдет уровень. Удольтаренность станет ниже. Почему? Ну, такая практика пока будет. Практика показывает. О, хорошо. Теории нет? Никакого дотенка? Есть практика, когда, в принципе, на момент, если есть недовольтворение, с годами, во-первых, ставят сотрудников, они уже начинают сдавать. Они не замечают новшеств каких-то там... То есть, со временем удовольтарение, в принципе, падает? Окей. Возможно, это неинтересно. правильно. Да. Горегорсу вы сказали. У меня есть такая небольшая теория, что это, пусть, им надо бы равноваться. То есть, то и сейчас будет платить, а так помогать, потом падать, и все это будет идти где-то к середине, который будет задерживать несколько месяцев? Да, к середине, то есть где-то, типа, к среднему 8-38. Это бы туда выравниваться. Да. Угу. Так. Самый недовольный месяц тем не доволен. Возможно, что-то не так, между командой тем не верил. Между командой тем не верил. Угу. Кто-то там что-то еще хотел сказать? Нет? Я говорю, возможно, идет долгие и неинтересные проекты, поэтому стоять у команды, примерно, раз в раз, одинаково. То есть, команда явно, типа, застряла в каком-то, типа, болоте. То есть, я не знаю, что, по-моему, то есть, есть смена. Ух? Ух? Да, это и сначально было. О! Но есть гипотеза, что, конечно, хорошо знать не стоит в среднем. И давайте посмотрим, как раз гипотеза отнесена на то, что что-то в этой команде там не так, более глобально. А вот давайте посмотрим на несколько команд в разрезе нескольких месяцев. Вот как раз за 3 месяца по нескольким командам. И я вот выделил жильному команду номер 3. И да, нужно увидеть, что, на самом деле, во всех остальных командах в первом месяце было так себе. Но за 3 месяца они в целом почти каким-то довольно хорошим показателем. Видно, что средняя растет, при этом довольно хорошим темпом. И к третьему месяцу вышел уже на 8, почти 9. На целевой показатель почти в 75% EFPS. В среднем все, вот если эта команда особенно вычеркнет из этого списка, то вообще красота будет. Ну вот. А вот с этой командой явно что-то не так. Явно что-то не так, да, кардинально. То ли проект там скучный, то что-то у них не то происходит. В целом важно понимать, как работает вот эта система с вот этими опросами. Как только вы начинаете у людей задавать им вопросы на сколько им работать в компании, в целом просто стабильно интересоваться этим вопросом, их оценки возрастают. Просто потому что в компании рядом появился кто-то, кому не плевать на их судьбу в компании. И то, как им работает. А если у вас стимлиды есть еще, которые не просто спрашивают, пытаются какие-то действия производить над этим, выбирать какие-то проблемы, обрабатывать их, еще что-то, то за 3 месяца эти отметки вырастают довольно бодро. Но не в этой команде. И вот теперь самая важная штука. Что такое команда? Есть куча ответов на это вопрос. Что такое команда? Я использую целый набор различных моделей в своей работе. Сегодня поговорим про несколько из них. Мы поговорим про Таркмана и гормональную модель. Модель Таркмана. Кто знаком с моделью Таркмана? Одна, три, совсем никто. Почти не знаком никто. Четыре, пять. Что это такое? Был такой товарищ Таркман в середине прошлого века ВМС США заказал неуследование коммунного образования на подводных лодках. Подводная лодка – это корпус, который запихивает людей, кучу взрывчатки, один оружие. Она упичкана техникой. Кто был внутри, может представить это сплошной. Куча всякой техники с рычагами, это узкий проход между этим. Все это погружаются к этому море и в режиме радиомолчания куда-то уплывает. И вот интересно, всплывет или не всплывет? Кажется, это довольно важно, как люди будут жить между собой в процессе. ВМС США заказал исследование. Тарк Штаг проанализировал изменения производительности в командах в процессе командообразования. И вот выявил, что есть процессе командообразования, которое дает вот такую интересную линию производительности, в которой есть несколько заметных моментов. Здесь есть горбик такой. Первый, что сначала производитель поскакивает, потом резко проседает, начинаются некие штормы, когда все между собой ругаются, условно. А здесь происходит какое-то выяснение взаимоотношений. Потом довольно большой подъем и производитель довольно сильно вырастает. При том, вырастает сильно больше, чем была в начале. И если все повезет, она медленно еще деградирует. Успеем. Сегодня обсудим это. Но есть еще такая внизу линия пунктированная, что есть вероятность, что команда не сложится. И тогда все это пойдет вот там внизу, и будет как-то так не очень весело развиваться. И мы, конечно, видим, что наша команда явно пошла вот там внизу по этой линии. Она явно не очень сложилась. Эта метока нам позволяет это явно увидеть. Также она позволяет нам увидеть, давайте теперь снова взглянем на эти цифры, особенно на средней по команде внизу. 8.38. Вот мы добавили инженера, как бы он шел грустно явно. Инженер номер 8, да? Средний балл просто сам собой ранен. Встал. 8 ровно. Что еще можно здесь увидеть? Да. Наверное, в тот месяц какое-то преобразование было? Инженер номер 2, да? Нет, нет, во втором месяце. Во втором месяце. Так. Какое-то преобразование было? Возможно, что-то тембит не доволен, и в свою очередь появился. Ну да, тут инженер 8 появился. Вот и я-то тоже. То есть тембит не доволен, а остальная команда не очень. А сейчас они мечтами поменялись, да? Да, что поменялось. Можно заметить, инженер номер 2, в момент появления инженера номер 8, сильно погрустнел. А потом восстановился, да? При этом тембит тоже поменял свою позицию. Что произошло? Не очень видно, да, из цифр. Но я вам скажу, что произошло на заднем плане. Действительно, инженер номер 2 и 8 возник конфликт. Тем более, что пришлось вмешиваться, растаскивать их по углам. И видно, что растащить он, видимо, справился. Но сам явно был не в восторге от этой истории. Да, что еще? Помню модель Такмана, да? Можно посмотреть, что мы добавим инженера номер 8. Средний балл стал 8.33. Помню модель Такмана. Что следует ожидать дальше? Падение. Видимо существенные, да? Помню по модели. И чем чревато для нас? Эффективность упадет. Еще что-нибудь? Срач. Срач. Риски могут устрилить. Риски могут устрилить. Да. Наверное, это нужно так сформулировать. Но основная посудка в чем? Это метрика лояльности. Если лояльность ваша кардинально падает, это заканчивается тем, что кто-то вас сваливает. Ну, потому что это так работает. И что происходит? Сваливает инженер номер 6. Потому что, и в принципе, да, кажется несложно заметить, что было 9. 8. 8. Ну и дальше все. Кончился. Сейчас я вспомню. Парман Летакмана. Собственно, что мы решаем сделать? Мы принимаем такое кредитальное решение. Потому что производитель с командой просела. Действительно, пострадали коммиты и мы. Делаем такое волевое усилие. Добавляем двух инженеров в соседние команды. Сделаем ротацию. Потому что производитель с командой просела. Добавляем там двух инженеров. Вот они инженер номер 9, инженер номер 10. И здесь, я привел исторические для них оценки в предыдущих месяцах. Потому что они с другой командой. Мы это знаем. Чё как. Гипотеза. Чего следует ждать от этого маневра? В целом, эта картина не изменилась. Она не пошла вверх. Я должна вкладывать, чтобы много команды на все и дальше. Чуть-чуть вниз. Чуть-чуть вниз, а потом наверх, может быть, если повезет, да? Чуть-чуть упадет, еще что-то? В целом, это, это, очень жесткий кризис сейчас. То есть, у них все-таки сильные изменения команды. Да, кризис довольно жесткий. То есть, да, то есть, все будет менять, а вот, как за ним это настраивается. Но вот, самое главное, в принципе, мне это нравится. Да, цемли там, повеселился. все-таки, все-таки, что, в первую очередь, от него, как возрастные отношения с командой, скорее всего, будет ростом, как мне кажется. Интересная гипотеза. Не совсем так, но, сейчас расскажу. Давайте вернемся к тому, что произойдет. как раз, как раз в благе пользы, что, все-таки, это снова мы, добавление новых инженеров, мы снова обращаемся к штормингу, снова показатели падают, а падают, собственно, у нас уже показатели 8.33, помню, что когда мы к 8 опускаемся, чем это заканчивается, да? И, не сложно догадаться, что нас ждут потери. Пятый уйдет. Пятый. Пятый уйдет. У него все за шипис. Второй, скорее всего, уходить. Их штаб нет. Второй, четвертый. Блин, мне кажется, это очевидно, кто, наиболее вероятно, свалит из... Десятый ребят, конечно, но, то есть, у него самая худшая оценка. Притом, вы посмотрите еще на историю по нему. У него было 6, потом 7, 7, 7, и тут вы выбрасываете в команду, где вот это все. Ну, то есть, какие шансы, что здесь задержится. На самом деле, на выходе мы теряем инженеры 7, 8. Через буквально неделю приходят оба и говорят, нет, до свидания. Он все это нафиг не упал. Мы с ним делать никакого не хотим. Заявление на увольнение. Вообще странно, что седьмого потеряли. Потому что это еще будет терпило. Поскольку... Хорошо, не слышит. Значит... мы не знаем, как давно он недоволен. То есть, мы видим только 3 месяца последнего. Может быть, до этого было нормас. Поэтому он может быть еще и терпит происходящее. Но... мы пытаемся удержать соответственно этих ребят, потому что, ну, как-то надо выставить какую-то договоренность, еще что-то. Проводим дискуссии, и нам из двух вот этих инженеров 9 и 10 удается удержать одного. А один все-таки уходит. Не сложно догадаться, кто это. Десятый. Десятый нас покинул. и вместе с ним еще отваливается инженер номер 7. Потому что, ну вот, тоже кажется логично, да? У него были семерки, как бы, две семерки у нас... исчезли. А! Подождите. Все набрал. Вот о чем здесь надо рассказать. Инженер номер 10 нас покидает, инженер номер 9 сохранили, но, что важно, надо с этим что-то делать, да? Потому что, явно, забрасывать команду ресурсами не работает. Мы начинаем вкидывать туда людей, и они просто отскакивают от команды, это явно не выход. Тут нужно какое-то более кардинальное решение с командой, чтобы что-то сделать. Что делать? Бернемся к началу. Мы видим, что у нас есть вот эти инженеры номер 1, 3, 7, ну, 8 здесь недавно, да? Вот 1, 3, 7, они здесь давно, и они явно определились, что здесь происходит. Они явно такие устойчивые семерки с восьмерками, как бы, здесь. И, при этом, они работают три года. То есть, никаких шансов переубедить их там в какой-то матривной перспективе. Нет, что здесь может быть что-то хорошее. И надо с ним делать, что важно еще в этих цифрах, они заразны. Если вы берете команду из восьмерок, кидаете туда десяточку, через какое-то время на пульт туда как бы, растворяется. У вас будет команда из четырех восьмерок. А если вы возьмете команду из десяточек, закинете туда человека с восьмеркой, там, не факт, но с высокой вероятностью он через какое-то время там восстановится и вернется. У вас будет команда из девяток-десяток. Пятый же не растворился. Пятый же не растворился. Пятый же не растворился. там есть нюансы связанные с тем, что есть люди, у которых, у которых, во-первых, есть люди, которые изначально очень жизнерадостные, они будут по жизнях десятки ставить. вот такие ребята, им все, типа, ништяк по жизни. Есть ребята, которые работают работу. Они будут всегда ставить восьмерку. Вы что с командой не делаете, короче, вот эти ребята, у меня свои умения вообще не будут. То есть они, я здесь работу-работа, мне норм, и все. И здесь у нас как раз такая ситуация сложилась, это называется триада, на самом деле. Люди вот такого типа, они любят объединять еще в группе между собой, по интересам. Поэтому крайне важно их разбивать, чтобы они не кучковались, потому что у вас становится группой из трех восьмерок, они вот зацикливаются друг на друга, и все, с ними вообще уже ничего не сделаешь, как они вот так будут сидеть, нормально. Ну вот. Для того, чтобы разбить такую триаду, нужно вычислинить всегда, вот история, есть какой-то заводила, как будто основное лицо, а кто эту триаду создает. Это такая команда в команде, знаете, со своим лидером, неформальным. И, да, несложно вычислить, кто это, да? Это инженер номер 7. Потому что по нему видно, что он явно такой. И мы идем к инженеру номер 7 знакомиться, узнать типа, что как, ну, в плане пообщаться там вживую уже, не через табличку в Google, а по-человечаче. И что выясняется? Мы приходим, расскажи о себе, там, бла-бла-бла. И он рассказывает типа, что, а я вообще не сотрудник компании. Внезапно. Это аутсорсер, который здесь достаточно давно. И все как-то привыкли, и вот он работает работу, как бы, и все у него нормально, и компании он как-то не очень доволен, командой не очень доволен, потому что он как-то... Именно мы спрашиваем на тему того, что чувак, ты как вообще? Хочешь работать в компании, не хочешь работать в компании? Я такой, нет. Да я вообще здесь не работаю, как бы, я вот работаю там, в другой компании, а здесь так, у меня задачи пролетают, я их делаю. Ну, удачи, да, сформировать, а он еще здесь, типа, дольше всех, да, практически. Он здесь три года работает, вот эти все здесь недавно, а он здесь с самого начала, старший, ну, попробуй сложить команду, с командой двух, вот с таким чуваком в центре. Вот это абсолютно никаких шансов не имеет, ситуацию нужно разбивать, когда мы с ним поговорили, понятно, что если не хочешь здесь работать, то, ну, стоит видимо расстаться. И с инженером номер 7 мы расстались, инженер, например, здесь сам ушел, и в целом, смотрим средний балл, несмотря на то, что NPR стал вообще драматически 25%, да, на фоне всего этого дела, но средний балл 8,5. Что еще можно сделать? Как мы отметили, есть чуваки вот такие с восьмерками, но есть чуваки с десятками, ну, в частности, такие пожиняки, ништяковые товарищи, которые, которые вот такие бывают. И мы договорились просто взять одного такого товарища, вдруг одолжить другой командент. Прям одолжить. Типа, ребята, дайте нам на время, вот тут вашего чувака с десяточками, нам крайне нужно здесь как-то, типа, эту ситуацию исправить. Ну, вот. Ну, и видно, да, вот 10, 10, 10, 10, у него все на руку, пожили. Вот такой прям позитивный чел. И что мы видим, да, средний балл 8,67. Это рекорд для этой команды. Мы просто добавили такого чувака, и уже средний показатель просто вырвинулся. И NPS тоже, ну, 33 там рекорда еще не попил, он уже стал лучше. Ипотеза, что будет дальше? Что будет дальше? Производительская команда. Производительская команда. Производительская команда. Но самая производительская плюс-минус коррелирует с меткой NPS. А он вообще работает или только радуется? Нет, он работает, да. Он, как бы, мы взяли не только за то, что положить, он еще инженер хороший, да. Ребята, я не спеян, что-то замутил. Все замутил. Восьмерки баллов растет. Да, соответственно, вот мы его закинули, и что произошло на следующий месяц? Действительно, оценки нескольких восьмерок стали девятками. Работает вот эта тема с добавлением десятки, с тем, чтобы команда повеселела. Средний балл, ребята, 8,89 на следующий месяц. Все, что мы сделали, пнули вот этого товарища, высадили, не пнули, мы с ним довольно вежливо расстались. Ну вот. Высадили товарища инженер номер семь, добавили вот этого десятку, еще вот этого грустного тоже не стали в команду включать. И ситуация сразу пошла вверх. Темрид закрепился явно на своей десятке, уверенно. Инженер номер четыре, тоже, ну, такой, явно неуверенный товарищ. И недавно здесь. Что будет дальше? Роговым предсказывает будущее. Модель так, ребята. Но увеличение будет в девятых и десятых. Либо сила увеличится сильно, либо чуть-чуть выше сей дальше пойдет. Модель так, но не... Если вспомните, там сейчас такой горбик в начале, просто. А потом вниз падение. И, соответственно, то, что произойдет всегда, сначала немножко подрастает, а потом довольно заметно падает. И вы сразу видите, что произошло, несмотря на то, что там вот некоторые ребята прям повеселели, но средний балл... А, я за три месяца сразу взял. За три месяца следующий кадр. Собственно, средний балл на следующий месяц восемьдесят шесть. Против восьми... Восьмидесят девяти. Он немножко проседает, а потом, как модель такмана, он пошел вверх. И пошел вверх тоже довольно бодрый темп, восемь, семьдесят восемь. Он начал разгоняться, и за счет того, что мы вот это разбили, вот эту историю, которая не давала команде складываться, она начала идти вверх. Гиппозиция что-то дальше будет? С четвертым инженером. А, с четвертым инженером случился... тяжелый релиз с ним случился. И необходимость работать, по-моему, в выходные, если не правильно. Пятый. 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 Пятый тоже, видимо, грустнее. Он не помнит, что было с пятнами. Наверное, тоже последствия релиза я подозреваю. Собственно, дальше эта команда идет вверх, по такману, и начинает закрепляться на хороших показателях. Вот, если вы помните, там она вверх, а потом такое плато пошло, на котором команда задерживает. Дальше с командой ничего делать не надо. Здесь мы еще добавили инженера, чтобы инженера номер один создать обратно. Мы наняли нового, и, учтя свои ошибки, наняли кого-то, кто будет достаточно позитивным, и не будет команду разлагать своим грустным влиянием. Но, в целом, соответственно, мы заменили одного позитивного на другого. Но, в целом, дальше команду лучше просто не трогать. У них теперь все нормально. Они пойдут фигачить, и у них все служится хорошо. Так, вот еще два месяца. Уже прошло десять месяцев. Почти год работаем с этой командой. И видно, что на протяжении следующих месяцев дальше уже показатель довольно стабильный. Выходит уже к семидесяти пяти вот туда. В процентах и средний балл девять и выше. А где Team Lead? Да, где Team Lead? Хороший вопрос. Собственно, что произошло дальше? Team Lead пошел на повышение. Он с этого места уже руководил несколькими командами. Четырьмя, если быть точным. Инженер номер два получил тоже повышение. Девушка, она возглавила соседнюю команду. То есть эти ребята затащили за вот этот период, затащили не только свой проект, вытащили из того места, где он был, а как бы изначально, как вы помните, все было не очень. Они еще затащили соседние команды. И дальше эта штука начала распространяться в разный сторону. Вот. Собственно, реально работает. Давайте попробуем еще раз вмяться на другой команде. Нормально. Другая команда. Значит, из нее приходит фидбэк, что именно инженер ее брал, что мы не укладываемся в спринты, потому что не успеваем протестировать задачи. То есть мы, мы задачи не успеваем, на выходе она как бы считается, как не сделано с точки зрения спринта. И цель спринта не выполняется. Вопрос. Угадайте тестировщиков в этой команде. Ну, то есть, не сложно догадаться, в чем дело, да? Почему тестировщики у нас не успевают за социальная команда? Потому что социальная команда перформит где-то на 90%, а тестировщики перформят процентов на 80%. Притом, такие чуваки, которые работают работу, явно здесь вот такие же прошлые истории, да? И пока вот мы что-то с этой историей не сделаем, явно тут надо именно какими-то ротациями вопрос решать, эта ситуация не изменится. Можно дальше пытаться плясать, забрасывать тестировщиками, просто забросать эту историю, конечно. Но риски того, что они все равно не укладываются, остаются, потому что команда работает быстрее, остальное, чем тестирование. И общая моя рекомендация на тему вот таких чуваков, которые работают работу, они на самом деле клевые. Они хороши тем, что они хорошо делают рутину. В любой команде всегда есть рутина, и классно, когда у вас есть несколько девяток и восьмерка. Зачем? Зачем, соответственно, эти девятки скитывают рутину на восьмерку? Он прекрасно, комфортно ее перерабатывает. В это время девятки могут делать какие-то амбициозные задачи, тащить команду вперед, и получается очень сбалансированные истории. И рутина делается, и амбициозные задачи делаются, и проект довольно хорошо идет вперед. Но, что важно, что в этих восьмерок было мало относительно общего размера команды. Желательно при стандартном размере команды 5 плюс минус 2 не больше одной штуки. Потому что дальше начинает кучковаться, и у вас начинается вот такая история. Может быть, один разработчик, один тестировщик, еще куда ни шло, но они тоже будут иметь тенденцию цепляться друг за друга, типа корешиться, и еще кого-нибудь затаскивать в свой клуб на троих. И ваши восьмерки начнут захватывать мир. Одна восьмерка команды вообще идеальна. То есть девятки станутся повеселее, и средний балл, как вы видите, на самом деле будет тоже нормально. Вопросы? Здравствуйте. Теперь мы в следующий кусочек. Да. А при актуале не доводится, я думаю, напрямую сделается? Если вы говорите, я же рекомендую, а как вы используете? Не напрямую. На самом деле, там, короче, есть нюанс с тем, что на ранних этапах, вот здесь, на ранних этапах, он зависит прямо напрямую. Вы можете вот эти первые три фазы, прямо видеть, производитель все очень коррелирует. Вот если нюанс, короче, вот здесь на верху, вот эта линия верхняя, пунктирная, там ситуация становится сложнее, потому что счастье становится высоким, а производитель деградирует. Это как раз не значит, что успеем, я просто успею рассказать про это. А на слайдах как раз желтая это счастье, да? Желтая, желтая, желтая это счастье, это оценки NPS, ответы на формулу. С цветами просто подкрашены, зеленая 9 и выше, желтая 8,7, все что ниже красным. Это сам NPS так работает, он так расценивает эти цифры. Оценки на самом деле, насколько реальны? Хороший вопрос. Оценки на самом деле, как ни странно, я пока не сталкиваюсь с тем, что люди прям откровенно врали в NPS, на первых этапах могут быть не совсем честными. В связи с тем, что люди на первые месяц-два они примериваются к тому, насколько это работает. Они пытаются вас челленджить, относительно того, а что будет-то? То есть в плане того, что кто-то может поставить намеренно пониже, чтобы посмотреть, а реагирует ли кто-то на эти оценки, смотрит ли их. Там кто-то может единицу воткнуть просто по фану. Что случится? Но важно, что если вы не пускаетесь на смотел, и начинаете реально у людей с выбивающимися какими-то показателями спрашивать, а что, как? Ок, я уверен, ты поставил единицу, расскажите, у тебя действительно все так плохо, что ты единицу поставил. И он скажет честно, типа нет, не так прям единицы. Да, есть проблемы, давай их обсудим. Обсуждается, но в следующий раз он поймет, что вы к нему придете с вопросом. ну не с смысла, если вы к нему приходите, типа какого хрена ты мне там единицы втыкаешь, типа у меня KPI на это повезут. Ну вот, то понятно, что вы честной оценки уже не получите никогда в этой истории. Спойлер там, в какой-то момент темлида в KPI возникла, значит, поставлена KPI команды, и KPI считался по всей команде включая темлида. поэтому не хитро, типа ставишь десятку и KPI подскакивает. Ну вот, и вот, четвертый месяц, здесь на слайде видно, особенно связан с этим. Там не стал деталью давать. Но, да, крайне важно, чтобы у вас была доверительная атмосфера относительно оценок и корректная коммуникация. Если вы ее корректно устраиваете, через пару месяцев они станут честными. А пара вопроса, по сути, вы не используете как инструмент для меня? Ну вот, вопрос, я расскажу с позиции, когда вы руководитель, который этим занимается. как бы, если вы не будете использовать как инструмент давления, а как инструмент выяснения проблем в команде? Сотрудники используются. То есть, понимаешь, что если поставить оценку ниже к ним, я буду что-то выяснять. Это можно использовать как давление на этот период. Идет вопрос, как вы эти разговоры дальнейшие строите. Потому что, если вы строите разговоры, конечно, о боже, боже, у тебя единица, давайте посрочно тебе зарплату поднимем, то к вам точно выстроится очередь. Ну то есть, первый, кто получит зарплату, он верется в команду, «Ребят, смотрите, ставьте UPS единицу, эти зарплаты поднимают». У вас точно на следующем месяце, я уверен, половина будет единицы. Но если вы проводите адекватный разговор, у тебя проблемы, давай выясним, посмотрим, что можно сделать. если это будет адекватный, нормальный разговор. Ну то есть, никаких проблем. Но я не сталкивался, по крайней мере, я этим занимаюсь уже года четыре, наверное, пять. Вот в такой работе. И проблем не было. на. На. Пожалуйста, как… Как вы вообще говорили соловьевку изначально, что еще не идут, начинают, лечить как биоз, с березкой пейли, вообще люди не на том, на авиалеродные, после его получили? Как вы говорили. А позитивного? Ну и вот, честно говоря, просто никто не спрашивал. А, в смысле, вот этого, который мы арендовали? А следующий некий проблем, у него по жизни ничтях. А, с менеджментом? А я тот менеджер, который принимает решение. А? А, в смысле, по спринтам? Ну, решение принималось у нас я как definite lead за отвечающие стороны разработки, за несколько команд. И, соответственно, у меня есть менеджер продуктовый, кто тоже за эти же команды отвечает, мы в паре работаем. Ну, и он тоже заинтересован с этой командой, что сделать, потому что она довольно важная, ситуация там жопная, она подводит общий итог, страдает. И общее подразделение заинтересовано в том, чтобы здесь что-то сделать. И когда я объяснил, чувак, смотри, вот эту вся историю, и срочно уже забрось такую десятку, иначе дело швах. Да, конечно, конечно. Там, где мы арендовались, естественно, там была она не такая фокусная, это была более важная. И, как видно, там, в принципе, десятки. Вот здесь, видно, кто-то ездит десятками, там плюс-минус, но они в разных местах есть. Вот этой команде тоже, по-моему, кто был с десятками, сейчас, который я показывал, да. Видите, здесь тоже есть вот такой чувак на строке 4. Вы тоже можете, в принципе, отсюда сдергнуть. Они, ну, если их поискать, если вы видите вот эту табличку, вы можете их найти. Их можно подергать в разных местах. Что, кажется, вопросы кончились. Давайте попробуем... С Телеграма там у нас нет таких вопросов, нет? Я предлагаю вам подумать над вопросами и записать их в Телеграме, либо можно поднять руку, и мы передадим микрофончик. Ну, вроде, с вопросом кончились. А, да, я там не вижу. А если там шестерочка, или семерочка, или пятерочка, это ключевой сотрудник, который, например, техню прям жестко тащит, его просто взять и убрать там нельзя? Ну, понятно, что решение должно приниматься индивидуально, и мы как бы... Ну, не надо убирать человека за то, что он низкие оценки ставит. Если вы такими штуками заниматься, точно дальше не ждите честных ответов. Ну вот, а то, как бы, о чем нужно говорить с этим человеком, это, ну, насколько вообще говоря, он вообще может быть довольным работой в этой компании. Ну, потому что вы приходите, у него есть какие-то проблемы, он вам что-то скажет, почему он ставит пятерку, да? И насколько вообще это разрешимо? Потому что может получиться так, что нет. Потому что, ну, возвращаясь к инженеру номер семь, он, типа, вообще не в этой компании работает и работать не хочет. Дело пытаться с этим что-то делать, ну, дело неблагодарное. И в этот момент, конечно, единственное, что нужно обсуждать, что планирует выход человека. Потому что он довольный здесь никогда не будет, и вопрос только времени, когда он свалит. Единственное, что он как менеджер лучше может в эту историю сделать. взять ситуацию под контроль. Чтобы он свалил никогда не будет, типа, случайный момент времени, когда вы, нет, вы не ждёте, да? Чтобы он свалил тогда, когда вы этого ожидаете, и это было в плане. Если ситуату можно исправить, да? Можно над ней работать и как-то её выбрать. Но вот этот разговор, он позволяет, да, взять ситуацию под контроль и выявить. И если у вас таких людей много, ну, кажется, типа, надо их по разным командам распихивать. Потому что, ну, как я сказал, даже если у вас все ключевые, но все недовольные, то какая-то странная история, да? История боли и страданий, которые надо как-то разбивать. Вопрос как раз насчёт разбивания команды и так далее. А когда были в вашей практике моменты? Были в вашей практике моменты, когда приходилось именно разбивать команды, переформировать команды и, может быть, даже какие-то более кардинальные изменения? Ну, конечно, я прям сейчас этим занимаюсь. Все прям сейчас есть команды, которые мы разбиваем. Но, да, у нас прям в прошлом была команда. Кстати, откуда мы взяли чувака с десятками, на самом деле? Он был в команде, в которой было 15 человек. Это не работало. И мы её сомневали на две части. На самом деле её разбили на три. И вот эти два инженера, которых мы взяли, они как раз третьей команды, которую мы отделяли. Да, потому что, ну, команда, у неё есть жизненный цикл. Помните реформинг? Там, вот, ну, Андрей Таркмана есть, что со временем команда быстро, а потом там реформинг деградирует. И вот эта команда, нужно с ней постоянно что-то делать. Потому что команда, она под задачу всегда сформировалась. У вас есть как раз цель для команды. Вы её собрали. И только цель выполнена. Очень важно после этого переиграть эту историю. Потому что вот в той команде, в которой мы сделали, они их собрали, потому что собрались там CRM. Была там CRM-1, и нужно было построить CRM-2. Вот они её построили, и дальше начали её поддерживать. Но собрали их не за тем, чтобы её поддерживать, собрали их за тем, чтобы её создать. И когда цель выполнена, в этот момент нужно сделать реформу на команде и пересобрать под новые цели. Потому что некоторые ребята, кто в команде остались, они совершенно, что новые цели не разделяют, не хотят этим заниматься. Если вы их оставите, ну, это плохо кончится. То есть они либо сбегут, либо перформанс будет, туда вниз опять скатится, короче, плохо всё будет. Да. Надо как-то с микрофоном. Мы ещё одну историю не успеем сегодня рассказать. Вопрос небольшой. Почему с четвёртого месяца, начиная, уволилось четыре человека, и нет никакого фидбэка от команды, что люди уходят с этой команды? Они, наоборот, положительно на это отреагировали. Просто в текущих опытах обычно сказывается обратное. Да, вопрос хороший. Сейчас я вспомню. Ну, особо фидбэка не было. Знаете почему, наверное? Потому что в контакте всё было плохо. То есть это никого не удивило, на самом деле, в этой истории, когда начали два людей, они начали сваривать. Ну, команда говорит, ну да, мы знаем, что здесь вот так. Никто не удивился просто. Потому что вот эта ситуация, ну, они все понимают, это восемь баллов. Они не видят, конечно, этого дашборда, на котором средние восемь, а в других командах типа девять и выше. Они, конечно, дашборда не видят, но они чувствуют это. То есть они видят эту команду каждый день, видят, как в ней люди общаются между собой. Как бы они видят эту восемь грустное. Каждый день, когда кто-то уволился, такие, ну да, опять кто-то уволился. Ну, как обычно. Ничего нового. Скажите, а вот ребят, которые у вас готовятся к увольнению, вы как-то инрезерв готовите? Либо как-то, как вы оцениваете приходящего? Он может быть заранее жизнерадостный или заранее унылый? Как вы его... Ну, на самом деле, на записи видно. Ну, так. Ну, надо приловчиться, конечно, но унылых ребят на записи видно. Они приходят, такие, ну да-а-а, ответ, вопрос. Типа вопрос ответ. Такое. Но эта женерация, они такие прям позитивные, бодренькие, они отвечают по-другому. Их можно увидеть. Ну, вот. Если мы делаем ротацию, то, ну, вот история. Нужно посмотреть историю, там видно, что с ним было в прошлом. Но тут, конечно, все очень индивидуально, потому что бывает у него унылая история, потому что у него матч с командой случился. Ну, вот. И ему просто команда не нравится, и мы иногда делаем ротацию, чтобы его пристроить. Нужно понимать, да, что тем не менее, что если вы берете чувака с семерками, потому что у него был мисс матч команды, и забрасываете в команду какую-то, типа, вот этой, ну, типа, это плохая идея. Ну, то есть, будет еще хуже. И команде будет хуже, и ему будет хуже. Никто с этого не выиграет. Ну, вот. И его, конечно, надо ротировать в какую-то команду, в какой-то более-менее стабильное состояние. То есть, не надо пытаться лечить, типа, больного, ну, типа, человека, с которым у тебя все плохо, команда, в которой все плохо. Нужно, ну, как-то, типа, сатаковать эту историю. И надо, конечно, запихивать какую-то стабильную команду. Ну, либо уже расставаться, потому что, ну, нужно просто признать, что, ну, конечно, можно тебя переправить команду вот в эту, например, да, ну, здесь дело дрянь, как бы, ну, насколько ты это хочешь. Я думаю, если он честно скажет, то он скажет, что мы его нравимся. А лучше запланировать выход, и тогда он, то есть, один фиг уволится в конечном счете. Ну, вы будете, по крайней мере, знать, когда это будет. Вот это не произойдет, типа, вот вы его перегидываете, и он, типа, тут же вам заявление уволен. Таким, класс. Мы тут планы сверстали, типа, намного лучше ярко. Эти задачи выделили, да? Ну, можно со стажером работать, единственное, не успею, я сейчас уже расскажу следующий кусочек. Там есть, что можно еще с этим делать. Но, да, инструменты есть другие. У меня короткий вопрос, к вам еще. Вы привели пример с подводной лодкой. Вот насколько вот эта вот модель работает, скажем так, на удаленной команде? То есть, я так понимаю, это больше для команды, которая в тесных условиях работает, которые видят друг друга, общаются. Отличный вопрос. А с удаленщиками у вас есть такой опыт? Отличный вопрос, потому что здесь, он как на самом деле с удаленщиками. Это полностью удаленная команда. Ну, давайте, наверное, успею еще коротенько рассказать, раз уж спросили. Значит, под капотом модели Такмана что крутится? Значит, под капотом крутится физиология. Есть замечательные гормоны, две штуки. Называются дофамин и окситоцин. Про дофамин, наверное, многие слышали, да? Кто слышал про дофамин? Да, реально, многие слышали. Даваться не буду. Гормонка отвечает за производительность, в общих словах, да, это мотивация, любопытство, память, скорость, почти все, что можно назвать трудоспособность. Больше дофамин, больше производительность команды. Суперская история. Но он связан с фактором новизны. Ваш мозг, когда контактит с окружением, он распознает образы, и гормональная система на эти образы дает гормональный ответ. Если возникают новые образы, мозг стегивает дофамин. Любой фактор новизны дает дофамин. Поэтому вот этот горбик первый на модели Такмана, который возникает маленький, он на дофамине работает, потому что вы с каких-то новых людей собрали место, они думают, о, новые образы, новые контакты, новые практики, технологии, что-то новое, короче. И чем больше вот этого нового в этот момент возникло, тем больше этот горбик будет. Но, соответственно, дальше, когда вы контактите с новыми образами, дает дофамин. Когда вы контактите со знакомыми образами, ну, вместо дофамин, да, если у вас есть позитивный опыт с этими образами, он дает вам окситоцин. Это второй гормон. Он тоже является гормонным счастьем и является одним способом как раз в профилактике профессионального выгорания очень эффективным. И он создан за тем, чтобы вы продолжали работать с теми образами, с которыми у вас позитивный опыт. И на этом гормон как раз работает командообразование, связанное с тем, что он прям классно работает, в плане того, что он много интересных эффектов дает, он начинает подсвечивать знакомые лица в толпе. Если вы выступали и кого-то знаете, ваш мозг будет выделять знакомые лица, с кем вы раньше работали в группе людей, он выделяет вам визуальный образ, он выделяет вам звуковой образ, вы лучше слышите голос людей, которых вы знаете, и с которым у вас позитивный опыт сложился. Тот, с которым негативный, там, наверное, тоже какие-то гормоны есть, но не счастье. И как на самом деле работает командообразование? Кандообразование работает на том, что у вас сначала дофамин, а потом, если все ок, начинает подрабатываться окситоцин, и вместе там у окситоцины есть еще способ запустить снова дофамин в работу. Но если все прошло ок, это все выравнивается. У вас производитель, если вы сложите, получится как раз модель так. А если он позитивный опыт не сложился, у вас получится нижняя линия по такому, как раз производитель не сложился. Но, что важно, что окситоцин вырабатывается... У меня нет сегодня слайда такого с собой. Короче, он вырабатывается от различных факторов. Чем больше мозг вас контактит с образами, тем больше окситоцина он дает. А контакт какой? Соответственно, самое, конечно, идеальное – физиологический контакт. То есть, если у вас команда в живую встречается, если вы в офисе работаете, и вы каждый день делаете обнимашки, типа на стендапах, то у вас окситоцина будет прям по максимуму. Ну, вопрос – да, ненавидят ли они друг друга? При этом, конечно. Тогда будет какая-то другая история. Ну вот. Соответственно, если у вас есть визуальный контакт – больше окситоцина. Если у вас есть звуковой контакт – больше окситоцина. Но как только вырезаете их в любой из этих факторов, окситоцина становится меньше. В удаленных командах есть проблема с командообразованием, потому что окситоцина плохо выделяется, особенно в командах, которые, знаете, камеру еще любят не включать на зазводах. Это прямо мрак. Потому что там у тебя непонятно, откуда вообще контакт должен установиться с другой стороной. То есть он устанавливается, но гораздо медленнее за счет того, что этот позитивный опыт все-таки накапливается, и все хорошо. Я с него работаю. Да, это какая-то картинка с никнеймом на экране. Но вроде эта картинка как-то что-то полезное делает. И как-то вроде отвечает адекватно в чат, он со временем выработается. Но чем больше факторов контакта вы вовлекаете, визуальных, чем больше совместных активностей, чем больше ассоциаций возникает, тем лучше окситоцина вырабатывается. Ну да, прямо на подводных лодках, конечно, там максимум. И физический контакт плотный, потому что хочешь и хочешь, вы в коридорах локтями толкаетесь как-то. Видите друг друга целый день без остановки. Днем и ночью. Одна кровать на двоих. Вот. Поэтому... Ну да, это мешок, кстати. Поэтому там, конечно, на подводных лодках работа прям идеально. В удаленных командах чем хуже контакт, тем хуже. Спасибо большое. Меня зовут Яна. Я продакт менеджер в команде Planyway. Я в этой команде уже три года. Сначала начинала как маркетолог, гросс, перепродакт. Расскажу вам сегодня про такую тему, на самом деле достаточно простую. Расписание мейкера и расписание менеджера. Чем они друг от друга отличаются? И вообще... Вообще, что это и о чем это? Небольшое интро. Когда я об этой теме в первый раз узнала, для меня это стала революцией, несмотря на ее простоту. Поэтому я хитроистичную цель хотела преследовать, чтобы вдруг кто-то из вас не знает, рассказать вам об этом, чтобы вы это могли применить. Так вот. Для начала с терминами, чтобы просто определиться, кто такой менеджер. Ну понятно, это большинство менеджеров, я так понимаю. Это люди, которые принимают решения, которые управляют, организацией занимаются, тушат пожары, решают проблемы. Их день в основном состоит из срочных имейлов, звонков, писем, завещаний бесконечных и так далее. Кто такой мейкер? Мейкеры это те сотрудники, которые создают ценность. Это могут быть писатели, дизайнеры, разработчики, естественно. То есть это те люди, работа которых связана с глубоким погружением в процесс. Для того, чтобы делать эффективно свою работу, они должны очень сфокусированно заниматься какой-то задачей в течение длительного периода времени. Это принципиально. Их день должен быть поделен на большие промежутки времени. Потому что если они будут мыслить часами, также как менеджеры, то очень сложно погрузиться в какую-то задачу глубоко в течение получаса или часа. Идея очень простая на самом деле. Разный тип работы должен отвечать разному расписанию. И на это нужно обратить внимание. Расписание менеджера – это часовые слоты. Вообще, в первый раз эту идею высказал еще Пол Грэм. Наверное, многие его знают. Это один из основателей YC, Y Combinator. Он еще в далеком 2009 году в эссе высказал эту идею и говорил о том, что для менеджеров день разрезан на небольшие кусочки, на часовые. Для менеджера запланировать встречу – это вообще не проблема. Ты просто находишь флот в расписании, ставишь туда встречу и все, пошел встречаться. Мейкеры предпочитают флоты примерно по 3-4 часа. И вот эта идея по факту очень слабо реализуется в современных компаниях наших во многих. Как это выглядит по факту? Идеальное расписание менеджера и мейкера, когда у мейкера есть какой-то промежуток времени утром, промежуток времени после обеда. И по факту, как это выглядит? Обычно у нас есть какие-то митинги, какие-то митапы, какие-то стендапы, что-то еще, что разрывает дни. Для менеджера, на самом деле, это вообще не проблема. Ну, то есть митинги – это суть его работы, по сути, совещания, встречи. И как сами менеджеры говорят о митингах, о рабочих встречах? Да, пожалуйста, вопрос. Переводят по-разному. Можно сказать, да, задают вопрос, что такое по-русски. Переводят как созидатель. Я не про перевод, это та же самая роль, да? Ну, по сути, да. Это человек, который создает какую-то ценность. Вот, для примера, вы можете рассматривать разработчик, дизайнер, проектировщик, инженер. Дословно по-английски мейкеры переводят, например, как созидатель можно переводить. Так вот, что сами мейкеры говорят про рабочие встречи? Это катастрофа. Мало того, что ты можешь, погрузившись глубоко в задачу, даже просто забыть прийти на эту встречу. К тому же, как минимум, полдня разрушается, если у тебя какой-то митинг, например, в 10-30 или в 10. Действительно, во-первых, не менеджер, а мейкер не может начать психологически какую-то серьезную амбициозную задачу, зная, что скоро он отвлечется. И тут существует какой-то каскадный эффект еще к тому же. То есть, если он даже знает, что у него митинг после обеда, скорее всего, с утра у него будет меньше мотивации для того, чтобы начать действительно серьезную амбициозную задачу. Таким образом, целый день может испортить какой-то 15-минутный митинг после обеда, условно. Тем не менее, большинство компаний все-таки работает по расписанию менеджеров до сих пор. Возможно, одна из моих гипотез это потому, что просто многие эту проблему не осознают, не фокусируются на ней, не обращают большого внимания. Ну, еще один аспект, почему так может происходить, потому что век современных технологий, так скажем, мы настолько привыкли к быстрой обратной связи, то есть мгновенная обратная связь стала для нас ожиданием. Мы, как менеджеры, ждем быстрых ответов в чате на свои вопросы, мы хотим больше коллаборации, естественно, коллабораций много не бывает. Мы часто думаем, что да, нам нужно для того, чтобы вся команда синхронизировалась, давайте соберем митинг, давайте всех синхронизируем, давайте всем все расскажем, обсудим. Давайте прямо сейчас соберем митинг, встречаемся в переговорке через 5 минут. Какие последствия для мейкера в этой ситуации? Ну, естественно, мейкеры пытаются, так как мейкеры в большинстве компаний на самом деле не имеют достаточно влияния для того, чтобы как-то этот процесс изменить, они вынуждены подстраиваться после расписания менеджеров, из-за этого их продуктивность падает, они пытаются решить эти проблемы за счет многозадачности, это, как известный миф, скорее всего, это не работает в большинстве случаев, поэтому у них такая эффективность, плохое качество, ну и как следствие сотрудники выбирают. Но, да, все-таки менеджеры это не враги, естественно, то есть мы не можем без мейкеров так же, как и мейкеры не могут без мать, и в чем здесь идея? Проблема не в расписании, отдельно эти расписания эффективно работают, проблема в том, когда эти расписания начинают пересекаться. Действительно, когда эти расписания начинают пересекаться, мы понимаем, что нужно с этим что-то делать, потому что мы видим негативные последствия. Решение очень простое, на самом деле, это планирование. Планирование и менеджерами, и мейкерами в соответствии со своей ролью. Ну, если мы определились, что нужно планирование, то да, каким способом мы можем планировать? Самое оптимальное, самое первое, что приходит на ум, это создать туду-листы. Но по факту туду-листы, они не очень хорошо работают, потому что, во-первых, ну кто-нибудь составляет туду-листы? Да, почти все составляют. Какой процент из дел вы переносите на следующий день? 10. Хорошо, многие переносят больше, чем 10 процентов, на самом деле. Во-первых, во-вторых, еще есть один негативный момент, что в виде туду-листа непонятны приоритеты. Каждый раз приступает следующая задача, вам нужно заново просматривать весь список, чтобы понять, какая следующая. Поэтому в конце недели, к тому же, за переносы у вас накапливается целая гора невыполненных задач. Все горит, все в аду. Не очень эффективная история, на самом деле. Поэтому один из самых эффективных вариантов – это таймбоксинг, так называемый. Таймбоксинг – это способ планирования, когда мы полностью в расписании забиваем все свободное время задачами, слотами и задачами. То есть мы планируем заранее, что будем делать, в какой промежуток времени. Естественно, и менеджеры, и мейкеры должны в соответствии со своей ролью составить это расписание по методу таймбоксинга. Интересный момент. Кто-нибудь мог бы возразить, что если мы полностью планируем все слоты в расписании, то каким образом тогда распределять время на какую-то неожиданную срочную работу, если все слоты в расписании забиты. Но на самом деле все равно это необходимо делать, и менеджерам в том числе. Потому что существует такая вещь, как закон Паркинсула. То есть чем больше задач будет растягиваться на такой промежуток времени, который на нее выделен. И действительно это так работает, поэтому даже при высокой степени неопределенности в любом случае нужно планировать расписание на весь день. Окей, мы составляем расписание. Далее в процессе составления этого расписания каждая команда может для себя придумывать разные правила. Это очень сильно зависит на самом деле от специфики работы. Тот же самый Paul Graham, например, они у себя в iCombinet перевели так называемые офис-абберс. Это часы, которые отвозились как раз в такие фейс-то-фейс разговоры на митинги, на встречи. Причем эти часы всегда были привязаны к концу рабочего дня. Таким образом не разделялись задачи на задачи, которые делаются по расписанию мейкера. Кто-то функционально делит неделю, выделяет дни для общения. Там какие-то понедельник, танец, например, дни для общения. Остальные дни для таких сложных, серьезных задач. Там режим тишины, асинхронное общение в чате и другие разные истории. То есть это все очень сильно зависит от специфики вашей работы, вашей команды. В том числе и таленка, и все остальное. Самое главное здесь, после того, как составили расписание менеджера, мейкера, и определены какие-то эти правила, это согласованность со всеми участниками процесса. То есть вы должны не просто создать расписание, но еще и сменчить его друг с другом. Сейчас существует огромное количество инструментов. В том числе один из инструментов это планирование, который как раз мы разрабатываем. Чем он полезен может быть тем, что... Вообще это календарь для команды. То есть вы можете в нем планировать как загрузку команды по методу таймбоксинга, так и смотреть roadmap для всего проекта, быстро переключаться, легко настроить. Очень нужен долгий onboarding. Можно планировать рекуррентные события, если у вас есть ежедневные, например, митинги еженедельные. И еще к тому же классная история, что есть синхронизация с календарями. Каждый сотрудник может подключить, например, свой внешний Google календарь условно, и туда же добавить еще и какие-то там свои личные задачи, и тогда получить полностью синхронизированное, полное расписание. Ну и много других, конечно, инструментов, в том числе кроме Planyway. Чем классно пользоваться такими инструментами? Тем, что когда вся команда находится в одной инфраструктуре, видно кто чем когда занимается, и нет никакой неопределенности между мейкерами и менеджерами. Менеджеры всегда понимают, чем занимаются сотрудники. Это эффективно и для одних, и для других. Потому что, соответственно, если менеджер видит, что есть какие-то проблемы, там, например, не знаю, не укладываются в сроки, что-то еще, всегда есть возможность оперативно среагировать, оперативно перераспределить ресурсы. Окей, составили расписание, согласовали с командой. Будет ли это работать эффективно? Нет, услышала, что девушка сказал, да. Возможно, будет, но, скорее всего, нет. Почему? Потому что отвлечение повсюду. Вступает в игру отвлечения. Действительно, на нас постоянно, каждую минуту, каждый день влияет огромное количество отвлекающих факторов, как внутренних, так и внешних. Причем влияет одинаково, как на менеджеров, так и на мейкеров. И влияет на эффективность работы, как на менеджеров, так и мейкеров. На самом деле, сфокусироваться можно сейчас... Да, кстати, компания Microsoft проводила в 2000 году исследование, сколько может человек концентрировать свое внимание на чем-то. Продолжительность концентрации внимания была 12 секунд. Через 15 лет в 2015 году такой же эксперимент провели, и продолжительность концентрации внимания сократилась до 8 секунд. Для сравнения, у золотой рыбки концентрация внимания 9 секунд. То есть мы живем век золотых рыбок, по факту. Сейчас действительно нам все сложнее и сложнее становится фокусироваться на чем-то. На самом деле, среднестатистический читатель сейчас прочитывает около 20% статьи в интернете. Плюс, ну понятно, не буду уже говорить про то, что мы проверяем телефоны по 150 раз в день, это примерно 10 раз в час и так далее. Поэтому, да, действительно, отвлечение повсюду. Так вот, чтобы понять, как с этим справиться, нам нужно разобраться вообще, что такое отвлечение, как оно на нас влияет. Очевидная проблема, очевидный ответ, в чем проблема? Проблема, наверное, в технологиях, да? Но, действительно, можно задуматься, да, что сейчас там сотни стартапов, тысячи ежедневно стараются придумать, как повысить свой ретеншн, сделать так, чтобы мы привязались к их продуктам, сделать так, чтобы мы не отвлекались, постоянно возвращались, нотификации в телефонах, на компьютерах, в браузерах и везде. На самом деле, да, казалось бы, но проблема глубже лежит. Очень глубоко эту тему исследуют Нир и Яльморт, или кто-то читал в своей книге «Неотвлекаемые». Не знаю, кто-то, возможно, знает его первую книгу «Хук на крючке». Так вот, он говорит, что на нас постоянно влияют внутренние и внешние раздражители и являются причиной отвлечения. Что такое внутренние раздражители? Это заурчало в животе, захотели есть – пошли есть. Чувствуем себя одиноко, грустно. Пошли звонить девушке, другу, не знаю, кому-то еще. Внешние раздражители – понятно, да? Тут все – пинг-пинг, нотификации, пришли почты, чаты групповые. Люди, которые ходят вокруг нас на работе, постоянно отвлекают, разговаривают. Балагуры – десяточки. Так вот, остановимся чуть подробнее на внутренних раздражителях. В действительности, да, как я уже говорила, в технологиях ли проблема? На самом деле, до недавнего времени бытовало мнение, что основа мотивации в получении удовольствия, что мы мотивированы, когда получаем за что-то удовольствие. Но последние исследования говорят о том, что на самом деле мы хотим гораздо больше не получить удовольствие в результате какой-то деятельности, а избавиться от страданий. И это является коренной причиной. Все остальные причины – это, так называемые, непосредственные причины. И вот мы хотим избавиться от дискомфорта, на самом деле, внутреннего. Но при этом мы склонны обвинять, переносить вину на такие факторы, как гаджеты, телевидение, соцсети и так далее, фастфуд, сигареты, у кого что. В общем, на самом деле, это все, это только непосредственные причины, а внутри всегда лежит какой-то дискомфорт внутренний. У каждого человека он действительно свой, может быть. Вот расскажу классный кейс такой. Это Зоу Чанс. Она преподаватель, профессор в Ельской школе. И она какое-то время назад на TED на конференции рассказала свой кейс. О том, как она купила шагомер. Причем маркетологи позиционировали его. Это умный шагомер. Маркетологи его позиционировали как персональный тренер у нас в кармане. Но, на самом деле, она говорила об этом, что сам сатана поселился у нас в кармане. Почему? Умный шагомер. Ну, то есть люди не дураки его придумали, естественно. Они все построили на геймификации. То есть там нужно было нахаживать определенное количество шагов в день. Вы получали определенное количество очков. Плюс там это все еще было завязано на соцсеть внутри какую-то. И все друг с другом соревновались. И, в общем, отказаться было невозможно. В какой-то момент она себя осознала, что она ходит по 24 тысячи шагов в день. Во время еды, во время работы. С ней невозможно поговорить, потому что она ходит все время. И это стало проблемой, действительно. Однажды она чистила зубы перед сном. И этот шагомер прислал ей уведомление. Пройдите 20 ступенек и получите х3 очков. Она подумала, ну ерунда, пройду, конечно. Что там, спустилась в подвал, спустилась. Вот пришло уведомление. Еще 40 шагов, еще там х3 очков. Короче, она прошла еще раз, потом еще раз, потом еще раз. Два часа ночи она себя осознала, ходящей по лестнице. В общем, в чем здесь суть? В том, что, будучи непростым человеком, ученым-профессором, она начала докапываться до причин глубинных. И, действительно, в тот момент, потом она уже об этом призналась, не в этой конференции, что это был самый сложный момент в ее жизни. И ее брак разваливался. И она не могла найти работу. И для нее, по сути, это был самый серьезный, страшный момент в жизни. И этот шагомер, на самом деле, стал для нее единственным, на что она влияла. То есть, он помог ей справиться с дискомфортом, который в тот момент был в ее жизни. Вот это я рассказала для подкрепления своего вывода про то, что глубинные причины, они всегда где-то далеко. Но, на самом деле, как бороться с этими внутренними раздражителями? Ну, научиться справляться с внутренним дискомфортом, понимать, да, почему он отвлекается на соцсети, на что-то еще. Это, на самом деле, огромная психологическая тема для еще одного метапа. Возможно, когда я теперь про него расскажу. Но больше все-таки про Би-М. Скажу, что бороться с этим можно, бороться с этим можно эффективно. Мне интересно рекомендую книгу прочитать Нира и Яля. Но дальше перейду к внешним факторам. Внешние раздражители. Как бороться с ними? И вообще, что это такое? Я расскажу про самые-самые частые, которые встречаются у нас с вами в работе. Спейс не отвлекает, да? Какое-то время назад... Нет, не с этого начну. 400 тысяч американцев ежегодно получают вред из-за ошибок при выдаче лекарств в больницах. Это реальный факт. Были проведены исследования. Ну, то есть не сумма, а количество ужасающая на самом деле. И, естественно, пытались что-то с этим сделать. Как-то придумать, как-то пофиксить, порешать. Одна медсестра предложила такой простой хак. Просто медсестра во время выдачи лекарств одевает красный жилет. Ну, вот это строительный рабочий жилет. И это понятный, доступный знак для всех вокруг, что сейчас люди для отвлекательных. Воспринят этот эксперимент был в штыки и на самом деле. Потому что, естественно, там жарко на доме, никакого форма некрасиво. Но, тем не менее, результаты были ошиболяющие. Потому что количество ошибок сократилось на 88%. Казалось бы, простая ерунда вообще. И что тут можно сделать, да? То есть, самое главное, при работе в open space. Мысль. Да, выпустила. В общем, open space. К чему я рассказывала эту историю? Потому что очень сильно на нас влияют такие отвлекающие моменты, как просто там люди вокруг пошли, пришли. Кто-то тебя случайно там задел, отвлек. Проводились, кстати, исследования по поводу того, что как влияет open space, в принципе, на продуктивность. В Америке в 2016 году на основе 300 офисов просматривали тренды. И действительно, с момента введения open space, продуктивность существенно сократилась. При том, что изначально идея хорошая. То есть, их вводили для улучшения коллаборации, для того, чтобы эффективность, наоборот, повышалась. Но эффект обратный. Самое простое. Вы просто можете поставить табличку на свой стол. Не отвлекайте меня, пожалуйста, я сейчас работаю. Это понятный, однозначный сигнал, что вас сейчас трогать не нужно. Проще не бывает, на самом деле. Это сигнал причем невозможно неоднозначно понять. В отличие от некоторых людей, которые могут одевать наушники, при этом даже музыку не включать. И надеяться, что их не могут отвлекать, если они в наушниках сидят. Но так не работает часто. Второй отвлекающий внешний раздражитель наш – это групповые чаты. Это просто бич, мне кажется, наших всех рабочих мест. И, может быть, кто-то знает, кто такой Джейсон Фрид. На самом деле это основатель Basecamp. Он говорит такую фразу, что сидеть в групповых чатах – это все равно, что присутствовать целый день на совещании, у которого непонятный список людей необходимых, и нет никакой повестки. При том, что Джейсон Фрид – это основатель компании Basecamp, которая сделала один из популярных чатов при групповом общении. То есть, если действительно фаундер компании рекомендует поменьше сидеть в чатах, наверное, это о чем поговорит. Что он рекомендует? Как взломать групповые чаты? Чат как сауна. Немножко посидели и вышли. Долго сидеть – вредно для здоровья. Действительно. Добавьте чат в расписание. Так же, как и все остальное, просмотр чатов можно запланировать с помощью того же метода тайбоксинга в расписание, добавив специальный слот и заходить туда только в этот выделенный слот. Будьте разборчивы. Это о том, что чаты на трех человек – это эффективно, чаты на десять человек – это боль и хаос. Поэтому действительно очень внимательно добавлять людей в групповые чаты. Не всем все нужно всегда. И пользуйтесь избирательно. Здесь о том, что некоторые вопросы, какие-то особенно не совсем простые, лучше решать действительно лицом к лицу. Это будет эффективнее. И для таких вопросов чат неэффективен. Да, действительно. Потому что особенно, знаете, многие люди любят думать в чатах, просто отправлять однострочные, несформулированные какие-то комментарии, смайлики, гифки и так далее. Это очень сильно отвлекает и занимает время. Следующий внешний раздражитель – это совещание. Действительно, не знаю, бывает ли. Встречали когда-нибудь такое, когда люди на совещании друг другу пишут в смартфонах, что им скучно. Те, кто присутствуют. Да, спасибо. Такое реально бывает, такое случается. Таким образом можно сократить количество бесполезных совещаний. Во-первых, обязательно нужно требовать план письменный, программу, митинга, о чем будет разговор от организаторов. И нужно еще какое-то возможное решение, чтобы тоже было написано. Это действительно нужно прям заморочиться, чтобы, во-первых, это подготовить. То есть это не так, что давайте через пять минут соберем эти разговорки и обсудим. Но это нам и нужно. То есть нам нужно сократить это количество бессмысленных обсуждений. Потому что, по факту, большинство митингов, они нужны не для того, чтобы просто один человек на всех транслировал, а для того, чтобы выработать какое-то общее решение. И действительно, когда это решение какое-то заранее уже, хотя бы напроса какой-то есть, то это гораздо эффективнее и быстрее происходит. Они только снижают их количество. Ну и второй вариант – ограничить гаджеты. То есть, если уж вы пришли на это совещание, собрали команду, сделать так, чтобы они присутствовали и вы тоже. И делаем удушев на этом совещании. Один из классных хаков – это просто собирать все гаджеты, ставить их на зарядку в углу переговорки и все. У вас с собой только ногу, с которого вы там презентацию показываете условно. Замаживайте свой смартфон. На самом деле, вот эти четыре действия занимают примерно час. Они перевернули мою жизнь вообще. Вот я вам честно скажу, это личный опыт. Действительно, я за час настроила вот эти небольшие изменения. Во-первых, удалите ненужное. Скорее всего, у нас у всех, у большинства в телефонах 50% приложений, тех, которые мы случайно скачали 100 лет назад, и забыли вообще про них. Просто удалите. Они, во-первых, даже просто отсутствие хаоса у вас в телефоне, оно эффективно скажется. Плюс еще и обновляться все это не будет постоянно. Грузить телефон. Измените поведение. Мы можем просто взять, например, перенести… Хорошо, да, если мы удалим легко там какое-то приложение, приложение, которым не пользуемся, да, но удалить там Facebook условно или Instagram очень сложно. Но что можно сделать? Можно выделить специальное время в расписании, запланировать и, например, перенести все эти приложения в ноутбук или в компьютер, удалить их с телефона. То есть изменить просто время, когда вы это делаете и место, когда вы это делаете. Следующее – переставить иконки. Один из основателей Twitter придумал такую категоризацию приложений. Первое – это основные инструменты в нашем телефоне, которыми мы пользуемся, которые нам помогают жить, грубо говоря, там, такси, доставка еды, календари, там, что-то еще. Ну, то есть то, что нам действительно помогает. Второе – это приложения, которые помогают нам с нашими хобби. Это какие-нибудь там спортивные, например, приложения, там, что-то еще там для йоги, я не знаю, подкасты, музыка, кино. И третье – это так называемые приложения «Игровые автоматы». Это все то, что затягивает нас, как только мы туда заходим. Это как раз соцсети, фейсбуки, инстаграмы и там электронные почты туда уже, чаты. Ну, вот, простой хак, самый простой. На первый экран телефона, который появляется по дефолту при разблокировке, вы ставите только основные инструменты и увлечения ваши. А все игровые автоматы, условно, переносите на другой экран. На самом деле, это сокращает огромное количество времени, когда вы заходите, для того, чтобы просто проверить уведомление, какую-то там напоминалку из календаря, но не видите огромное количество сообщений в чатах и везде. Вы их не проверяете. Ну, и мастхэв – это настроить уведомления, как только установили на приложение, сразу настраиваете. Ну, тут уж как кому удобно. Вот. И еще один хак, наверное, последний, я думаю. Взломайте статьи в интернете. Бывало ли у вас такое, когда вы по работе что-то ищете, какую-то информацию надо погуглить, зашли, набрали статью, перешли на другую статью, перешли на другую статью, еще на другую, потом через какое-то время вы уже понимаете, что вы уже читаете десятую статью. Или второй вариант – у вас открыто миллион вкладок там про то, как 10 способов стать более продуктивными, и они там будут лежать всегда, вы всегда будете их видеть, всегда будете думать, что я обязательно их прочитаю когда-нибудь. В итоге вы их никогда не прочитаете, пока у вас компьютер не перезагрузится и вкладка не закроется. Действительно, да, у многих это так работает. Ну, по крайней мере, у меня так, не знаю. Что с этим можно сделать? Сейчас огромное количество приложений есть, которые, ну, например, Pocket, может быть, кто-то знает. Это приложение, которое сохраняет страницу браузерное расширение, оно синхронизируется с мобильным приложением, и в мобильном приложении можно потом это все в аудиоформате прослушать, то есть оно преобразовывает и можно слушать статьи. И вот есть интересный момент, что, например, такая деятельность как прослушивание статей очень круто сочетается с занятием спортом, например. И действительно это не про многозадачность, потому что эта информация поступает по разным каналам, и действительно наш мозг способен воспринимать очень хорошо информацию в таком режиме, если для второго действия ему не нужно сильно фокусироваться, вот как, например, для спорта или для прогулки. Вот. Возвращаясь к расписанию менеджеров и мейкеров. Хочу, чтобы у вас запомнились эти три, на самом деле, тривиальных пункта, что расписание менеджера, расписание мейкера должно быть запланировано. Один из самых эффективных способов это делать – это таймбуксинг. Расписание должно быть согласовано со всей командой, со всеми мемберами, со всеми участниками процессов, причем есть специальные инструменты для этого. И научитесь сами, и научитесь свою команду решать информацию, как можно эффективно справляться с отвлекающими факторами, как внутренними, так и внешними. Моей команде это помогло, и мне лично тоже помогло. Я очень надеюсь, что кому-то из вас тоже это поможет. Я так думаю, что здесь в основном УПМ, да, все поднимали руки. Это значит, что вы как раз те самые люди, которые могут это своей команде внедрить. Надеюсь, кому-то было полезно. Спасибо. Яна, спасибо большое. Вопросы сейчас, пожалуйста, говорим в микрофон. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот таймбуксинг от to-do листинга принципиами отличается только тем, что в конкретном времени эта задача стоит? Да, в to-do листе, конечно, нет времени начала и времени конца задачи. Это значит, что оно не определено. То есть, если то, что не запланировано, то не может быть сделано. Поэтому обязательно, ну, то есть не обязательно, а желательно планировать так задачи, чтобы вы хотя бы примерно предполагали время начала и времени конца. Просто у to-do листа есть проблема в том, что, ну, как уже сказали, то, что часть дел на следующий день будет. Но при этом таймбоксинг – это еще более жесткая привязка дел, так ведь? То есть, когда появляется что-то внеплановое, то распихивать еще сложнее, потому что каждую эту задачу надо еще в какой-то промежуток времени запихать, а не просто перенести на следующий день. Мне кажется, это еще большую фрустрацию должно повышать. На самом деле, да, это очень классное замечание. И тут как раз здорово было бы с моей стороны заметить, что почему пользуются популярностью эти инструменты сейчас, те, которые позволяют эффективно коллаборировать во всей команде, где это специальные сервисы. Потому что, ну, одно дело там где-то перетаскивать это все, да, и другое дело, когда можно легко просто драготропом там перетащить задачу на следующий день или удалить, или перепланировать на следующую неделю. Кстати, интересный момент, я даже вот повыкнула ради интереса, если в Google Trend смотреть, таймбоксинг, начиная с января этого года, суперкруто возрос. Я не знаю, конкретно с чем это связано, но, видимо, есть какой-то тренд на рост. В тему таймбоксинга. Как оценивать задачи? Даже если мы берем менеджерскую задачу, условную интервью, там, с пользователем, может получиться и очень легко, что будет выходить за тайминг. И получается, что, ну, нет большого отличия от обычной тудушки, потому что даже малейшее отклонение по оценке задачи смещает другую задачу на следующий день, и получается то же самое. Как оценивать время, которое затратишь на задачу? Это ведь, по сути, прогноз. Ну, по сути, да. Я не знаю, сталкивают... Вот мы в своей работе постоянно сталкиваемся со сложностями на оценке. И, действительно, да, эта проблема есть. Но даже я об этом говорю, о том, что, да, когда мы планируем расписание, особенно менеджеры, очень большая степень неопределенности. Очень сильно зависит от задач. Но при этом, несмотря на то, что, да, действительно, это возможная ситуация, когда вы будете там перетаскивать эти задачи, вы сделаете, не знаю, пять вместо десяти запланированных, да, но, тем не менее, все равно есть смысл планировать. Ну, хотя бы потому, что мы имеем действительно такую тенденцию прокрастинировать, и когда мы понимаем, что у нас есть там какие-то более растянутые или нет вообще временных рамок, скорее всего, мы будем задачи какие-то делать дольше, чем... Ну, вот нам помогло, таймбоксинг нам вообще не помог, но очень помогло не больше трех задач ведущих целей в день. Все. Три задачи. Как хочешь, упаковывай. Три задачи за один должны быть делать. А это зависит от роли или это для менеджера? Для менеджера. Это для менеджера. А есть ли это какие-то звонки, я не знаю, ну что-то, что действительно короткое? А это таска, которая может к цели-то глобальной не вести. Всегда есть некая рутина и есть некие задачи, которые двигают проект, новые знания. Вот все, что рутина, оно не считается за особой задачей. Это некая операционка, поддерживающая процесс. А задачи, непосредственно которые двигают, они вот с такими ограничениями, если делать, ну нам помогло, стало поэффективнее. Классный хак, спасибо. Здорово, правда. Я еще, кстати, не сказала один момент, что действительно стандартная ситуация, когда один человек совмещает в себе задачи одного и другого типа, когда тот же менеджер, да, вот там, если национальная команда не знает, я, например, тоже, у меня есть полно там как менеджерских, так и аналитических задач, которые требуют действительно большого погружения в процессы. Да, это здорово, тогда у вас есть возможность делать и какие-то такие гигиенные задачи, и какие-то что-то, что-то коротенькое между ними вставлять. Класс. Яна? Да. Классные практики были. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вы правда ставите красные таблички в столе? То есть это в теории правда? Красную табличку нет, вот честно вам признаюсь. На самом деле я не так давно сама начала разбираться в этой теме, прочитала много информации, и на самом деле у меня в голове революция просто произошла. Я вам честно сказала, да, в начале, что да, и эта табличка, она работает, но как минимум мы стали пользоваться тем, что мы ставим в чатах режим не беспокоить, и, ну, кто-то работает на ленке, да, все равно это какой-то хотя бы поинт понятный, что ты сейчас занят, что тебя сейчас не нужно отвлечь, но таблички мы обязательно внедрим. Да, и как раз вот продолжающий вопрос второй по поводу, сейчас очень многие работают на удаленке, да, и когда ты находишься на митинге, да, то понятно, когда вы оффлайн, вы можете поставить телефон на зарядку, а когда вы онлайн, особенно без камер и лайфхаки, как людей мотивировать смотреть в экраны и участвовать? Угу, хороший вопрос. Интересно, ну вот наша команда, на самом деле, она работает оффлайн, и этот вопрос я сама себе не задала, когда готовилась к презентации, потому что, видимо, ну, это не моя боль, у нас выделяется окситоцид. В общем, что можно? Ну, я не знаю, наверное, только на доверие, отношение на доверие. Вообще, на самом деле, да, вот в чем крутость хорошей корпоративной культуры, доверие между менеджером и мейкером, между работодателем и сотрудником. И я думаю, что если правильно донести ценность вот этого, то, в принципе, все они глупые люди, все могут осознать, ну, как минимум, здравый подход, что действительно это хорошо повлияет. Еще скажите, пожалуйста, вот в рамках таймбоксинга, закладываете ли вы специальные интервалы на какие-то непредвиденные задачи, да, например, или на что-то срочное, что может именно прилететь в течение дня? Если да, то, собственно говоря, сколько процентов времени закладываете? Как-то укладываетесь, не укладываетесь вот в этот резерв? Ну, на самом деле, нет, не закладываем. То есть, конкретно мы приняли решение, если такое что-то прилетает, то мы просто сокращаем какие-то другие задачи или перетаскиваем на следующий день. Но, ну, опять же, почему, да, потому что действительно существует такое мнение, но это, наверное, больше мейкеров касается, а не менеджеров, когда действительно задачи будут растягиваться до дедлайна, так скажем, да, то есть, когда нужно сделать, тогда и сделаю. И поэтому, может быть, это не очень эффективно оставлять вот эти свободные слоты. Но на самом деле есть разные подходы к планированию, да, кто-то там планирует 30%, я знаю, вот, ребята там из других команд, кто-то планирует 40% даже на вот такие непредвиденные задачи. Ну, то есть, практики совершенно разные. А, тогда по вашей практике, сколько примерно у вас задач, скажем так, регулярно переезжает на следующий день? Сколько в процентах? Да, может быть, замеряли? Нет, не замеряли, честно скажу, но это не очень популярная история. Вот конкретно у мейкеров вообще, на самом деле, очень нормально мы укладываемся вот в это расписание, а что касается менеджеров, ну, да, действительно, бывает, прилетает, наверное, на 7% 20%. Хорошо, спасибо. Спасибо. Коллеги, еще два вопроса, все остальные, пожалуйста, пишите в чат. Да. Я вам скажу, я вот так говорю, у вас каждый исполнитель, он сам следит и контролирует свое расписание в течение дня, в течение недели, или все-таки есть тот, кто, скажем, подталкивает, подпидывает, спрашивает, что вам надо, сделано, не сделано, почему? Да, хорошо, вопрос, спасибо. Почему я говорила про согласованность? Действительно, мы все-таки пришли к тому, что нужен, я не скажу слово «контроль», да, но менеджеру нужно быть, нужно понимать, что и когда делает мейкер, поэтому это расписание, которое мы составляем, оно, на самом деле, в режиме общего доступа для всей команды всегда менеджер может когда угодно его посмотреть, мейкер его апдейтит, соответственно, в реальном времени, да, мы всегда видим реальную ситуацию текущую, и если у менеджера возникают какие-то вопросы, то да, мы садимся, обсуждаем, почему там затянулось, почему передвинули, там, что-то еще. Ну, как правило, если какие-то сроки начинают там подгорать, эти вопросы начинают возникать. Если все в порядке, менеджер это видит и никаких проблем, никаких вопросов нет. Спасибо, друзья, рад вас всех видеть сегодня вечером, спасибо, что вложили свое время, вложили свои силы, чтобы прийти, поговорить про наши айтишные, послушать интересные менеджерские истории. Да, как мне уже представили, меня зовут Амир, сегодня я расскажу о том, как мы внутри нашей команды разделяли ответственности project-менеджера, как мы их билили на всю команду, почему мы поняли, что нам это не нужно. Эта история будет про эксперименты, про бед для обратной связи, про agile, scrum и все вот эти вот хипсерские слова. Но давайте сначала познакомимся, работаю в айти уже около 8 лет, работал как системный и бизнес-аналитик, затем перешел в продукт-менеджмент, сейчас я являюсь продуктованером в pay-команде Яндекс Практикума. Это значит, что если вы когда-нибудь пытались оплатить какой-то курс на Яндекс Практикум, если у вас что-то не получалось, теперь вы знаете, кого винить. Наш сервис отвечает за все платежи, которые платит студент различными способами, различными видами монетизации. И одновременно вторая часть, про которую я люблю проговаривать, это штука, связанная с финансовой отчетностью, как она проходит внутри команды, то есть внутри команды, внутри компании, как циферки попадают в P&L, как мы видим нашу управленческую отчетность, как мы можем принимать управленческие решения на основе этих цифр. И немножко про Яндекс Практикум, не буду долго останавливаться, потому что был опыт, когда на конференцию ушел долго, но оказалось, что всем и так известно. Расскажу про неочевидные вещи. Во-первых, Яндекс Практикум – это техсервис, который учит людей цифровым профессиям, учит он не только программированию, не тем пресловутым яндексовским алгоритмам, в этом в том числе, но, однако, у нас есть направления, связанные с менеджментом, с софтскилами, с дизайном, есть английский и очень любимая мной математика, то есть можно зайти порешать примеры, это довольно прикольно. Вот, прежде чем переходить к мясу моей истории, хочу немножко напомнить про то, что такое Agile, Scrum, и вести немножко в контекст свои истории, развеять какие-то стереотипы, о которых дальше пойдет речь. Во-первых, наверное, сразу сфокусируюсь, что я не буду говорить про различные Scrum-ивенты, то есть у меня не будет сейчас истории про ретроспективы, про спринт-ревью, про все такое. Весь мой рассказ сосредоточится вокруг дейликов и наших экспериментов внутри дейликов, и фокус будет на команде, то есть что такое команда, как работать с ее осознанностью, как экспериментировать вместе, как вместе достигать поставленной цели. Почему мне кажется, что я могу об этом разговаривать, потому что, да, я не Agile Coach, не Scrum Master, но сертифицировался как профессиональный Product Owner, соответственно, потратил свое время на то, чтобы читать Scrum Guide, изучать его, потом пойти и сдать экзамен. Поэтому немножко в этой теме успел разобраться. Итак, давайте поговорим про стереотипы. Первый стереотип, с которым я очень часто сталкиваюсь, я думаю… Нет, да. Сначала давайте поговорим про команду, прежде чем переходить к стереотипам. Классическая Scrum-команда состоит из трех ролей. То есть это Product Owner, задача которого – строить правильные вещи, выстраивать бэклог, показывать команде, бизнесу, доказывать, аргументировать на метриках, почему то, что мы сейчас делаем, мы это делаем, зачем мы это делаем и в чем ценность. Вторая часть – это, спасибо Яне, теперь я знаю слово «мейкеры», я не знал, это Dev Team. Как раз стереотип будет связан с тем, что Dev Team – это не разработчики, но об этом забегаю вперед. То есть Dev Team – люди, которые с точки, когда есть требования, выводят имплемент до выкладки впрод, то есть им должно хватать компетенции для того, чтобы работу взять с самого начала, довести ее до конца и брать впрод. И Scrum-мастер – человек, компетенция которого – смазывать все эти рельсы, смазывать весь этот механизм для того, чтобы Dev Team ехала лучше, чтобы Dev Team понимала Product Owner, Product Owner понимал Dev Team, чтобы вносить какую-то экспертизу по поводу Agile и Scrum внутри команды и работать с процессами. Так что переход к первому стереотипу, что Dev Team – это программисты. на самом деле это не так. Dev Team – это те компетенции, которые нужны для того, чтобы выпустить продукт. Соответственно, в нее могут входить абсолютно любые роли в зависимости от комплектации этой команды. То есть кому-то могут понадобиться бизнес-аналитики, кому-то могут понадобиться тестировщики, кто-то обойдется full-stack разработчиками – это нормально. Знаю одну компанию, Яндекс сразу предупрежу, одна компания, в которой конфигурация собирается в зависимости от людей, которые в нее входят, в зависимости от ее компетенции. То есть, соответственно, если компетенции достаточно, они не берут туда дополнительных людей. И в том числе, если возвращаться к контексту моего рассказа, если команда видит, что ей не нужен Project Manager, то Project Manager не нужен. Если Project Manager нужен, то команде он нужен. Это я к тому, что я в коем случае не хочу принижать достаточно важную роль Project Manager и его компетенции. Просто говорю о том, что в разных комплектациях могут быть разные состояния. Ну и в том числе стереотип здесь в том, что якобы Dev Team – это только девелоперы. Я думаю, это трудности перевода. Давайте лучше их называть мейкерами. И второе заблуждение, которое говорит о том, что Product Owner – это такой человек, который сам ничего не решает, не принимает решения. Он берет задачки от бизнеса и приносит их внутрь команды. Это тоже не совсем так. Так, Product Owner – это частный случай Product Manager внутри Scrum. То есть убираем Scrum, человек начинает называться Product Manager. Накручиваем Scrum, он становится Product Owner. Здесь все просто. Человек, который носит задачки от бизнеса к команде, не разбираясь в них, не доказывая их ценности, он называется Proxy Product Owner. И это про его компетенции, про то, что он умеет, как он может работать. То есть ему просто есть куда расти, вы можете видеть это на Гардиенте. Это те, собственно, предпосылки, о которых важно рассказать, прежде чем переходить к теме моего доклада. И давайте будем переходить к нему прямо к самому мясу. К началу года, когда нас с командой объединили, сказали, что все, ребята, вы теперь Scrum-команда работаете. У нас не было Scrum-мастера, у нас было такое понимание после тренингов, как это должно работать и ошибки, которые мы успели набить раньше. Но у нас было прямо дофига энтузиазма, доверие друг к другу и желание каким-то образом улучшать, делать наш платежный сервис эффективным, делать его полезным для студентов и для стейкволдеров, для бизнеса, который пользуется всеми, ну, собственно, результатами работы нашей команды. Мы стали командой и, естественно, мы стали ловить какие-то ошибки. Ошибок было, естественно, много, но самая большая, которая нас тревожила, мы не понимали, движемся ли мы к цели спринта. То есть у нас есть цель спринта, как продуктовнер я ее поставил, обосновал на метриках, показал, почему мы ее должны достичь. И дальше мы встречаемся над Эрике. Здесь важное уточнение, что с командой мы сначала решили, что мы не будем задавать три сакральных вопроса, что ты делал вчера, что ты делаешь сегодня и типа блокируют для тебя что-то. Ну, просто потому что они нас бесят и все. Решили разговаривать. На самом деле решение было немножко глупое. Мы решили просто встречаться и разговаривать, но разговор как-то пойдет. Разговор не шел никак и мы не понимали, движемся мы к цели спринта, не движемся мы к цели спринта. В итоге это была игра в лотерею. Я, как продуктовнер, ожидал, что мы сделаем. Dev-команда тоже ожидала, что мы сделаем. А потом в конце получалось, что мы не сделали. Кто виноват? Виноват и все. Стали думать. Стали, на самом деле, сначала страдать. Стали много страдать. И, слава богу, не скатились в обвинения друг к другу. Скатились просто в какие-то жалкие ситуации. Потому что скрам – это не для нас. У нас это не работает. У нас это не едет. Мы ничего не можем. И, естественно, как любой конфликт, это вылилось в то, что я назвал переломной ретро. У нас была ретро, где мы встретились, обсудили все наши проблемы, обсудили, кому что не нравится, как мы можем это решать и как наша команда может стать эффективней. На этой ретре было много, очень много речей про то, что нам не хватает каких-то компетенций. По итогу мы составили список этих компетенций. Их, ну, не сказать, что было много, но не сказать, что было мало. То есть какое-то количество компетенций там было. И в основном все эти компетенции, они были project-менеджерские. То есть мы понимали, что в нашей команде не хватает project-менеджера. И кто-то им должен стать. Никто им становиться не хочет. Поэтому мы решили внутри команды как-то поделить ответственность. И для того, чтобы понять, как лучше ее делить, мы перешли в экспериментирование. Запустили первый эксперимент, который я бы сказал так. Мы решили наш дейлик все-таки в какой-то словесный фрейм упаковать. Мы решили не просто встречаться, тусоваться, а разговаривать о чем-то. Мы решили оценивать веру в успех. То есть на уровне каждый из команды оценил по десятибалльной шкале. Насколько ты веришь, что цель спринта будет выполнена. И все мы оценивали, но это превращалось не в дейлик, это превращалось в холивар. Это начинался холивар на тему, твоя неуверенность не такая уж неуверенная. Или я не уверен еще больше, чем ты. Самое важное, что мы потеряли, мы потеряли наш важный таймфрейм дейлик. То есть он должен эти 15 минут. Наши холивары могли длиться часами, пока кто-то уже не уставал и не говорил, все, давайте не будем. В основном я. И второй момент, сейчас уже ретроспективно возвращаясь к этой ситуации, как бы очевидно, что мы таким образом подталкивали команду к тому, чтобы она разрушалась, к тому, чтобы мы конфликтовали, а не находили какой-то совместный позитив, не находили, как расти дальше, как решить нашу проблему с непрозрачным движением спринта. Засетапили следующий эксперимент. Второй эксперимент, когда мы с тех лидом решили, это важное уточнение, что мы с тех лидом решили, а не с командой, что мы разделим фокус и внимание на дейликах. То есть продуктовнер следит за бизнес-частью задачи, тех лид следит за технической частью задачи. И вышло это не то, чтобы хорошо, это выглядело следующим образом. То есть в зависимости от того, у кого у тех лидом или у продуктовнера в данный момент больше ресурсов, он перетягивал внимание на себя. То есть, грубо говоря, в этом спринте тех лид больше заряжен, он более готов работать. Мы фокусируемся на архитектуре, мы фокусируемся на технической составляющей задачи, мы смотрим, как она должна ехать, как она взаимодействует с другими командами. В следующий спринт мы меняемся. Тех лид подустал, у продуктовнера больше сил. Теперь мы начинаем фокусироваться на бизнес-ценности, мы начинаем фокусироваться на метриках, начинаем выявлять какие-то корнер-кейсы, и начинаем следить за тем, как мы будем это мерить, что еще можно это делать для того, чтобы эксперимент был более чистым. И за неимением лучшей метафоры это выглядело, будто бы дети попали к родителям, которые дают противоположные установки. Команда не понимала, сегодня мы технически смотрим или бизнес, а завтра как мы будем смотреть, на чем нужно фокусироваться. И это выливалось в две штуки. Во-первых, команда очень сильно фрустрировалась, она не понимала, чего от нее хотят, как нужно. И второе, о чем я как раз сделал такой стресс внимания, про то, что команда не принимала это решение, и они попали в состояние, когда они ощущали себя некими аутсорсерами. То есть им дают задачи, но они сами никак не влияют на это. Они просто сидят и делают, что тоже команда демотивировала. Мы поняли, что эксперимент так себе, нужно думать что-то дальше. И стали думать про третий эксперимент. В третьем эксперименте мы решили вернуться к тому, с чего все начиналось. То есть пойти решать от проблемы. Проблема в том, что у нас спринт непонятный, непрозрачный. Почему у нас спринт непонятный? Мы не уверены, что он выйдет. Мы не уверены, что он выйдет, что он соберется в конце концов, потому что, скорее всего, есть какие-то риски, есть какие-то зависимости. Мы стали на наших дейликах обсуждать риски и блогеры. И риски они везде. Я знаю, что вы видели в прошлом докладе такой слайд, но теперь по-русски. Риски были везде. Мы начали сковыривать риски, которые связаны не только с текущей задачей, не только с текущей целью спринта. Но и вообще, как основная цель скрама – это подчеркнуть, какие есть проблемы внутри корпоративной культуры, внутри межкомандного взаимодействия. Как раз в этот момент, на этапе третьего эксперимента, мы столкнулись с тем, что вот сейчас тескрам нам и начал подсказывать, что где-то мы с командами не взаимодействуем, где-то мы не договариваемся. Ну и в том числе про то, что где-то мы в задаче не додумали, где-то требования были недостаточно детализированы или не подумали, например, про архитектуру. Эксперимент с рисками зашел хорошо. Мы поняли, что это то, что нужно, об этом нужно говорить, потому что именно за счет решения рисков в итоге мы понимали, что когда мы их устраняем, в итоге фича доезжает до оброда с устраненными рисками, то есть мы минимизируем возможность нашей ошибки, минимизируем возможность того, что очередной спринт мы зафокапим. Это хорошо, но нам понадобился четвертый эксперимент, когда мы поняли, что мы вроде нащупали, как нам нужно вести дейлик, как нам оставаться всем в одном контексте и гарантировать, что мы движемся к единой цели спринта. И бизнес знает, что мы движемся, я спокоен как продуктовлер, техническая команда тоже спокойна, что все задачки склеиваются. Но вторая проблема, которая у нас была, но никто-то не хочет за этим следить, никто не хочет быть таким project-менеджером, который, собственно, будет склеивать контекст, будет следить, что задачки двигаются по доске и что они как-то выполняются. Мы решили шарить обязанность ведущего на спринт-ревью. Мы решали, кто у нас будет дежурным на следующий спринт. В принципе, это достаточно, как мне кажется, нормальный поход, потому что никто не хочет это делать, соответственно, нужна какая-то повинность. Вот у нас есть повинность. Мы выбираем человека, который теперь будет этим заниматься. Он занимается этими две недели. И неожиданно этот эксперимент дал еще один довольно, как по мне, прикольный эффект. Каждый новый дежурный в свое дежурство, в свое такое, в тот момент, когда он становился project-менеджером, он вносил внутрь задачи какие-то свои новые ноу-хау. То есть он внутрь дейлика добавлял вещи, которых там раньше не было. В описании эксперимента там было, вы видели слово по поводу цели дня. Это один из первых ведущих. Сразу подумал, что, ребят, нам нужно фокусироваться не на той спринта, которая нас ждет через две недели. Нам нужно фокусироваться на том, что нам сегодня важно сделать, чтобы не распыляться, чтобы быть уверенным, что мы в конце сделаем нашу цель и придем к ней. Соответственно, дальше следующий дежурный взял эту идею, доработал какие-то свои, своими идеями. И в конце мы получили вот такой текстовый фрейм, некий чек-лист, который помогает нам вести дейлик. То есть очередной дежурный открывает этот чек-лист, быстро по нему пробегается, ну и обсуждаем, как это работает. Что в нем есть? Давайте посмотрим. В нем есть цель спринта. Это та самая цель спринта, которая была запланирована продуктовнером, которая доказана на метриках. Есть количество дней, оставшиеся до конца спринта. Здесь вот интересный такой момент. Наверняка психология это как-то объясняет, но мне просто про это неизвестно. Когда мы говорим о том, что у нас спринт длится 2 недели, это выглядит на уровне, ну 2 недели это когда-то нескоро. На это можно забить, можно расслабиться, а потом в четверг перед завершением спринта осознать, что мы ничего не сделали. И совсем по-другому звучит, когда спринт у нас 10 дней, 8 дней осталось, 2 уже прошло. То есть это как-то больше фокусирует, больше стрессует команду и больше заставляет думать о том, что время проходит и нам нужно оставаться в фокусе. Также наш фрейм содержит критерии приемки для того, чтобы мы были уверены, что внутри фичи все есть. Мы выписываем риски, про них я уже говорил в прошлом пункте, но еще раз, то есть те вещи, которые нам помешают потенциально выпустить задачу. Какие-то глобальные задачи или риски, свойственные только этому спринту. Здесь тоже такой важный момент, мы не удаляем риск, если мы понимаем, что он не сработает в этот спринт, мы его вычеркиваем, чтобы мы помнили о том, что риск был, мы его закрыли и мы уверены, что он не выстрелит, он никак нам не поможет. Задача спринта, ух ты, одна пиктограмма уехала, но та пиктограмма, которая уехала, поверьте мне, это задача на холде, там была пауза. Дача на холде, задача, которая сейчас в работе и выполненная задача. Задача дня, то, на чем мы фокусируемся и не растягиваем наше внимание на какие-то другие задачи. Каждую задачу дня тоже фиксируем по соответствующему дню, чтобы не забывать, для нас это своего рода такая мини-роудмапа, когда мы типа знаем, с какой точки мы пришли, в какую точку мы должны попасть и через какие мейлстоуны должны пройти. Как правило, на спринт-планирование мы это и делаем. Вещь, которая добавилась не так давно, это критический путь nice-to-have. То есть в критическом пути мы проектируем какой-то MVP, то есть что нам можно сделать, на что можно забить. Ну, собственно, те вещи, на которые можно забить, они попадают nice-to-have. Мы их делаем, если у нас хватает времени, если мы понимаем, что можно на этом сфокусироваться. Самое главное, что критический путь, самое важное для фичи, уже сделано. Тех долг двух уровней. Тех долг, которые мы генерим в текущей задаче, и тех долг, которые мы решаем с помощью этой задачи. То есть мы стараемся внутри спринта преследовать не только задачу бизнес-задачи, то есть ту задачу, которая есть в цели спринта, но одновременно решать долги и решать какие-то глобальные вопросы архитектуры, чтобы нам самим потом дальше было легче с этим работать. Вопросы внутри делика генерятся постоянно. Оказывается, что только что-то неизвестно. Здесь тоже достаточно просто. Выписываем вопрос, ставим ответственного, задача ответственного на следующий делик прийти с решением и рассказать, что он узнал, какие есть ответы, и принести это знание в команду. С ссылками все довольно просто. Это все ссылки, которые относятся к задаче. Это может быть техописание, это может быть бизнес-требования, какие-то акты, если они там вдруг нужны, какие-то исследования от бизнеса. То есть все, что мы посчитали нужным, добавить. Я долгое время думал, стоит добавлять или нет, как это выглядит в жизни. Подумал, что добавлю. Сразу предупрежу, почему здесь нет задач. Просто потому что, как любой настоящий лентяй, я поленился замазывать название тикетов, которые под NDA, и просто создал новую доску. Как можно заметить, мы пользуемся Яндекс-трекером. Это, наверное, неспроста. И я не знаю, есть ли сейчас в Jira такая фича или нет, но в Яндекс-трекере довольно клево, что к задаче можно прикрепить этот текстовый фрейм. То есть дежурный не открывает что-то где-то, какой-то Word-файл, следит, как мы проходим. Он тут же исправляет на доске. Мы видим все эти исправления. Мы в режиме онлайн их отслеживаем. И даже если кто-то из команды, например, там day off или у него отпуск, он потом может вернуться к доске, прочитать, что произошло, и сразу вернуться в свой контекст. Таким образом, мы решили задачу прозрачности спринта. И напомню, какие у нас были итоги, через что мы прошли, чтобы разрезать ответственность project-менеджера именно по отслеживанию цели спринта, по движению задач на всю команду и обеспечить эту прозрачность для всех участников нашей pay-team. Первое. Мы выделили дежурного по спринту. То есть теперь у нас это приходящая роль. Человек, который на две недели становится человеком, который инициирует daily, отслеживает этот daily и гарантирует всем, что всем все понятно, все в итоге будут довольны и радостно показывать на спринт-ревью новый функционал. Дальше. Мы получили текстовый фрейм, чек-лист, который помогает нам фокусировать как команду, так и тех людей, которые тоже могут обращаться к нашей доске. То есть снежники, стейкхолдеры, кто угодно. Одна из ценностей Agile — это открытость. Мы не скрываем вообще всю инфу, которая у нас есть внутри команды, даже если она не очень приятная, а ранит нас. Благодаря текстовому фрейму мы поняли, что отслеживание дедлайна очень хорошо работает. Оно работает лучше, чем говорить, что у нас двухнедельный спринт, одна недельный спринт, сколько угодно дневный спринт. У нас спринт 10 дней. На самом деле так и есть. Две недели — это 10 дней. Далее. Цель дня помогла нам фокусироваться, помогла не уходить в расфокус, не делать то, что не нужно делать, а делать только те задачи, которые, собственно, ожидаются и которые помогают нам двигаться вперед, делать платежный сервис более эффективным, более надежным. И пятая вещь, про которую я не рассказывал, потому что это точка, в которой сейчас находится наша команда, мы неожиданно осознали ценность доски. Будучи системным бизнес-аналитиком, я не буду скрывать, я не понимал, нафига нам нужно. Мне казалось, что это какой-то прикол project-менеджеров, чтобы они свою ценность создавали предельно. Но на самом деле оказалось, что это полезно, хорошо видеть те задачи, которые движутся, как задачи движутся по доске, насколько их оценили, сколько их в итоге делали. И это следующий вызов, который сейчас стоит перед нашей командой. Мы должны научиться считать event-based метрики. Мы умеем предсказывать capacity, не так хорошо, как хотелось бы, но пока не умеем считать lead time, circle time и все вот такие вещи, которые тоже помогут нам улучшить нашу эффективность. Но, подходя к концу, важная вещь, на которую хочу обратить внимание и хочу лишний раз подчеркнуть, это путь нашей команды. В ваших командах все может быть иначе и все очень сильно зависит от тех компетенций, которые есть внутри команды, от того майнсета, где есть команда, насколько она принимает agile ценности, насколько ваша корпоративная культура принимает agile ценности. Все может трансформироваться, видоизменяться как угодно. Главная мысль, которую я хотел донести, это то, что не стоит бояться экспериментов, не стоит открыто команде проговаривать, что в команде сейчас плохо, что можно улучшить и сетапить какие-то эксперименты. Потому что я искренне считаю, что никто не ходит на работу, чтобы работать плохо. Все хотят, чтобы работа приносила удовольствие. И самое важное, чтобы на ней не было напряжено, на ней было весело, интересно, и одновременно ты видел, как с каждым днем ты делаешь уверенную тебе область лучше. Но опять же повторюсь в том, что в Scrum Guide все очень просто, очень классно, ты типа используешь ивенты, Scrum ивенты, ты используешь эти таймфреймы, разбиваешь людей на команды, и все, типа у вас все офигенно едет. Если у вас что-то не офигенно едет, значит у вас не Scrum, вам нужно идти учиться еще раз. На самом деле, я считаю, что это немного не так, потому что Scrum Guide не учитывает человеческий фактор. Он не учитывает, насколько люди сопротивляются переменам, насколько компания вообще готова внедрять Scrum. Поэтому в жизни немножко сложнее, но что самое важное можно подчеркнуть из Scrum, это не боязнь экспериментировать, не боязнь уменьшать петлю обратной связи. Типа да, иногда очень больно и неприятно понимать, что то, что ты сделал фигня, но это тоже нормальная часть роста, и в следующий раз делаешь лучше, в этом нет ничего страшного. Поэтому мысль, которая сказана уже просто миллиарды раз и все равно не теряет свою актуальность, нет серебряных пуль, не стоит думать, что вы засетапите Scrum, все будет работать хорошо, или то, что вы, например, разделите обязанность Project Manager на всю команду и сразу вам не понадобится Project Manager всех, их можно увольнять. Нет, это не так, это так не сработает. Главное, не бояться экспериментировать, не бояться аргументировать, почему вы экспериментируете, не бояться обратной связи, каждый день улучшать свой бизнес, ну и, собственно, получать удовольствие от того пути, где бизнес сейчас находится и что делаете вы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, Алик. Вы можете записать свои вопросы в телеге или сейчас спросить голосом. В текстовом фрейме было очень много пунктов. Тайминги удалось сохранить в 15 минут? Да, на удивление, несмотря на то, что информации стало больше, но она помогает фокусироваться и реально мы в 15 минут укладываемся. И тогда у нас даже остается минуты 2-3, чтобы поболтать все. Так что да. Спасибо, Алик. Интересно. Драма у вас. У меня с самого первого слова до кадра, где с котиком было, вопрос стоял. Вы работаете в Яндексе? В Яндексе там, насколько я понимаю, сотни таких команд, как ваши. Вот. Ну, может десятки. Не знаю. А почему бы просто не взять из другой команды эту методологию, например, пару человек оттуда, чтобы они вам пришли, рассказали. Вы бы пытались натянуть ее на свои обстоятельства, на своих людей. Вот. А вы сели и начали придумывать с нуля там. Ну, не с нуля, как бы прочитали Scrum Guide. Вот. Почему нельзя вот это бы сделать? Либо это так в компании заведено, или почему? Ну, я об этом частично говорил. Фишка здесь в том, что нельзя взять какого-то эксперта, который со стороны. Он придет и скажет, как надо, а вы типа делаете сейчас неправильно. Команда должна дойти до изменений сама и понять, что она выстрадала в эти изменения. Только тогда у нее уменьшается резистивность к изменениям, и она готова принимать и готова улучшаться дальше. То есть, если кто-то приходит и говорит, работайте вот так, а как вы работаете, это неправильно, то, скорее всего, противостояние этому ноу-хау оно не даст. Ну, это второй этап развития, я бы сказал. Во-первых, это пришел человек с какой-то структурой, со скелетом вам дал, типа, а теперь вот вы попробуете, если вам не подходит, вы подровняете. Оно, вот в том числе, я сертифицировался как профессиональный продактор. Все понятно. Здравствуйте, спасибо, было интересно. У меня такой вопрос. Сколько длился каждый этап экспериментов? Как это сказалось на самом проекте? Потому что, ну, обычно есть какие-то дедлайны, да, от вас ждут каких-то результатов. Ну и, собственно, как относилась команда к каждому этапу? Постараюсь по очереди. Ну, сначала, сколько это заняло времени? Это заняло 4 месяца, потому что мы, типа, в начале года начали, ну и вот до текущей точки дошли сейчас, получается, к концу апреля. Ну, получается, даже 5. Как сначала это шло? Сначала мы жестко фокапились, мы 3-4 спринта подряд не попадали в цели. Ну, в том числе была основная мысль, почему мы задумались, что надо что-то менять. Мы не можем постоянно не попадать в цели, иначе, да, как бы, возникает вопрос, зачем мы нужны, зачем нужна такая команда. Еще вот это был вопрос. Про дедлайны я услышала. Как это относилась, ну, команда ко всему этому? Хотели разбежаться там? Ну, хотели разбежаться, вот как раз на этапе эксперимента с холиварами. Тогда хотели разбежаться, казалось, что невозможно так работать. Но затем, когда мы увидели, что мы меняемся, нам удается лучше, когда мы на тех же метриках смотрели, что… Я, кстати, забыл, да, рассказать про эксперимент первый, когда мы мерили успех. Мы потом с тех лидом решили посмотреть, как вообще коррелирует вера успех команды с тем, что действительно сделали мы цель спринта или нет, вообще никак не коррелирует. И, соответственно, просто команда как раз, о чем я говорил, она это воспринимает как личный челлендж, то есть они не ожидают, что я решу это за них, что кто-то придет, не знаю, с Яндекса, с любой другой вертикали решит эти проблемы. Проблема перед нами, проблема команды, мы ее решаем как команда. Размер команды скажи? Восемь человек. Спасибо. Так, друзья, что, бодрость осталась еще у вас, да, как скажите? А руку поднимите, кто уже еще как-то бодрых. А кто бодрее всех, пусть выше всех руку поднимет сейчас. Выше у кого-то чувака поднимите руку все можете. Ну, приятно видеть, да, видеть ваши бодрые лица, да, от которых зависит бодрость и производительность большого количества команд и целых компаний, правильно, да? Поэтому, если перефразировать римлян, да, там говорили, что позволено Юпитеру, не позволено быку, да, к сожалению, бывает еще наоборот, что позволено быку, не позволено Юпитеру, да, в общем, Юпитеру не позволено там хандрить, там проявлять там какие-то слабости, может, позволено, но меньше. Так вот, значит, я про, господи, не могу прочитать то, что я написал, вы поняли, про ретроспективы я сегодня рассказываю. Да, поехали. Кто вы, я более-менее знаю, кто я, значит, может быть, вы тоже более-менее знаете. Меня зовут Роман Алленков, я работаю в компании Центр финансовых технологий, довольно крупная компания, занимается финтехом, около 4 тысяч народу, наверное, уже побольше. Скорее всего, каждый из вас пользуется нашим продуктом, хочет он того или нет, потому что это финтех, мы делаем банковский софт и все такое прочее. Я конкретно сейчас, вот, называюсь менеджер проектов проводить с персоналом, я работаю в блоке управления персоналом, я там такой сильно не один, за свою жизнь много чего он успел понаделать, в меня довольно много всего влезло. Наверное, моя вечная любовь – это дружленные интерфейсы, на них я залип больше всего лет или даже десятков лет, так или иначе, я эти знания старался реализовать через, собственно, дизайн и верстку, да, через, может быть, даже журналистику когда-то, во многом через фасилитацию, да, в общем, сейчас, наверное, я тут и выступаю сейчас в роли того, кого называют фасилитатором, при импортозамещении это будет, наверное, называться облегчитель, да, ведь нехорошо, да, французский поцелуй заменят адыгейским, да, фасилитатора заменят облегчителем, не хотелось бы. Да, ну, в общем, и меня действительно зовут вести ретроспективы в разные команды в нашей организации, почему? Потому что, с одной стороны, я более-менее в теме наших продуктов, нашего бизнеса, наших бизнесов, которых много, а с другой стороны, я нейтральное лицо, и мы еще ни с кем не успели поругаться из тех людей, для которых я ретро провожу. Это важная часть быть нейтральным. Вот поэтому у меня вопрос такой, а кто из присутствующих здесь ретро вообще проводит, ну, более-менее в последние два года проводил, повыше, чтобы мы все видели. А кто проводит для чужих команд, не для тех, с кем каждый день работает? Один, да? Есть разница, да? Гигантская разница. И, конечно, я в основном буду вам рассказывать опыт про то, как проводится ретро для других команд. Надо что подумать, как его приспособить для ваших целей. Ну, подумаем об этом. Если кому-то захочется побольше почитать про нас, там внизу адрес сайта. Кто плохо видит, ну, значит, презентация будет же, наверное, да? Так, о, у меня спецэффекты. Давно хотел эту хрень встать, поэтому встал. Так, значит, о чем сегодня? Конечно, общей идеей надо рассказать, как-то ввести нас в, ну, как-то уравнять, да, наш информационный фон. Чуть-чуть про теорию. Будет много личного опыта, я буду якать совершенно спокойно, да, потому что то, что со мной происходило, вне всякой критики. Откуда, знаете, что там было, да? Могу вразить, что захочу. Вот. Ну, будет много реальных фоток, много скринов, много субъективного мнения. Ну, давайте я идти буду тут, знаете, надувать щеки. Я их издуть-то не могу уже. Вот. Но нас много, и я, когда начал этой темой заниматься, я пришел уже в хорошо отстроенные процессы. Моя задача была не строить перспективы, а улучшать их. И, конечно, это большое облегчение. Ну, и, понятное дело, каждая хозяйка говорит больше по-своему. Поэтому все-таки это будет субъективное мнение, хотя оно опирается на огромное количество накопленного опыта и накопленной документации от моих коллег и предшественников. Это будет набор частных советов, из которых не обязательно будет складываться для вас целостная картина. Ну, потому что это же доклад, да, а не лекция. Это другой жанр, у меня нет задачи вот прям вас всему сегодня обучить. Это важный вопрос, который я хотел, чтобы вы всегда задавали себе, принимая у себя людей с той или иной целью. И приглашая их или приходя к ним. И для меня действительно важно, с чем вы отсюда уйдете. Я надеюсь, что вы натрите себе что-то интересное из моих слайдов. Я надеюсь, что вы, наверное, пересмотрите свой опыт и где-то усилите его. Я надеюсь, что вы, допустим, если уже 10 лет говорили, ну, неплохо бы ретроспективу провести, наконец-то возьмете и проведете ее, да. Чтобы полезете, наконец-то, на Хабар, в YouTube, знаете, есть такие вещи, да, прикольные. Вот, наконец-то, посмотрите, там, хотя бы основные вещи, как это делается, и такие возьмете и сделаете. То есть, я, конечно, рассчитываю на то, что пересет вам практическую пользу, поэтому, несмотря на то, что это уже четвертый доклад, давайте поработаем все-таки. Это не санаторий, отдыхать еще раз. И вы поймете, собственно, что этим молотком, какие гвозди реально можно забивать, где область применения именно этого инструмента. Ну, давайте начнем с определения, что-то хитрое, да, перспективы командные мероприятия, где люди вспоминают прошлое для того, чтобы изменить будущее. Вот эти две части я выделил как самые ключевые, несмотря на гигантское разнообразие форматов. Есть воспоминания о прошлом, есть построение будущего. Это объединяет вот все-все-все разновидности ретроспектив. Ну, дисклеймер, конечно, если вы раньше никогда этого не делали, то сегодня к вечеру вы спецами по поведению ретро не станете. Ну, это, наверное, очевидно, и я заранее извиняюсь, если за вечер не получится. Но я постараюсь ваш гуд сократить. Давайте так. Кто-то без ретро живет? Даже без ретроспектив? Ну, Костич, наверняка обманываешь меня. Наверняка? Или, может, ты не знаешь? Ну, хорошо. Ну, тем не менее, я все-таки хочу вам сказать, что вот есть очевидные вещи. Действительно, есть разные точки зрения, и люди делают одно и то же, видят их по-разному. Ну, понятно, да? Очевидно, что у каждого есть свои слепые пятна. У целых команд есть слепые пятна. То есть вот каждый точно не знает, чего он не знает. Даже супер-сеньора, супер-супер-крутые навороченные. И вот, если хотите что-нибудь тюмного, вот вам окно Джохари, да? Это про то, что вот у нас есть слепые пятна и персональные, наши собственные из команды. Представьте себе, что в вашей команде разные люди находятся там в разной части, и вы друг с другом постепенно в течение ветра должны, наверное, прийти к открытой зоне изобластей неизвестного для всех, либо для кого-то в частности. Ну, забыл цикл деминга, то вот посмотрите. Если вы любите улучшать процессы, то интерспектива накрывает сразу три буквы C, A и P, да? Потому что это вам и контроль, это вам и улучшение, которое вы, ну, в качестве гипотезы, да, предлагаете. Это планирование довольно много, да? Хотя, вообще, дело не всегда в процессах. Правильно скажу чуть позже. Ну, видосик, который я часто включаю, и на своих рядах, на начале. Ну, все, мать твою зарплату. Да. Чего вы научились, Пауэр? Не знаю, сэр. Я-то уже не знаю. Учились больше этого не делать. Да, сэр. И еще бы знать, что мы сделали. Да, сэр, это сложно сказать. Я ни хрена не понимаю. Ну, вот, хотелось бы, чтобы мы не были, максимально были не похожи на этих персонажей. Братья Коины кое-что знают про жизнь, да? В общем, можно к нему посмотреть, кому вдруг стало грустно. Значит, есть официальная позиция, зачем нам нужны эти перспективы. Она совершенно реальная, но вот официальная. то, о чем я говорю командам в самом начале. Кроме самой команды, историю этой команды никто и создаст. Так хорошо, как делает это она. Так, дальше. Понятное дело, что хочется процессы совершенствовать. Как я уже говорил, дело не всегда в процессах. Иногда с процессами все хорошо, а просто людей бомбит от того, что они отказываются эти процессы принимать. И тогда речь идет о культуре производства, о том, чтобы эта культура, опять же, была одинаково культурной для всей команды. Ну, что, прощаю, но тем не менее. Дальше. Конечно, коллективная мудрость требует фиксирования, требует документирования в конечном счете. Конечно, иногда надо остановиться, надо залезать раной и себе, и друг к другу, и насладиться победой. Кто этого не делает, тот дурак, потому что он очень быстро устанет, выгорит и уедет со словом «бор», или что в вашем городе аналогичное существует. Значит, победой вы обязаны наслаждаться и награждать себя и свою команду. Это часть вашей работы, какой бы трудной она ни была. Когда приходят ко мне руководители, как заказчики, говорят, про мгновение «ретру», в конечном счете все их запросы я собрал примерно вот такой списочек. Может быть, что-то пустил, но здесь довольно много. довольно точно. Вообще, это очень просто. Я хочу понять, о чем люди думают. Потому что даже если проводятся one-on-one, но с каждым провести довольно долго – это много. А мы тут за один день, допустим, если мы говорим про один день, мы сразу накрываем всех. Так что, казалось бы, денег – это много, но конкретно для руководителей – это гигантская экономия времени. ты довольно быстро понимаешь, что на уме у каждого из присутствующих. Дальше. Новичков команду иногда вводят. Ретро тоже, в этот момент, полезное. Понятно, почему. Потому что надо выровнять информационный фон, и для новичков это особенно важно. Дальше что? Бывает, что надо передать экспертизу большему количеству людей. Например, вы знаете, что у вас человек уже там лыжи смазал, это выглядит, от вас свалит. И вам очень надо корректно передать его экспертизу тем, кто сваливать пока не собирается. Опять же, ретроспектив – это один из хороших способов вот этот процесс облегчить, сделать его более органичным, ненапряжным, и, собственно, вы экспертизу сохраните. Ну, бывают и другие случаи, но еще раз скажу, что круто, если у вас нет вот этих бутылочных горлышек, нет вот этих людей, от которых, от их, не знаю, болезни, настроения зависит вообще от перформанса всей вашей команды или всей компании. Дальше. Ну, разумеется, разрешить накопленные противоречия, не знаю, или скомментировать что-то. Дальше. Понятное дело, что если вы хотите стагнировать, или вам незачем сейчас прогрессировать, то, наверное, ретро проводить тоже не очень надо. Ну, просто вас создавайте так, что было, пока вы еще не совсем, ну, скажем так, отличаетесь, ваш процесс, хоть какую-то адекватность окружающей среде сохраняет. А если вы хотите прогрессировать, ретро помогает. Ну, и, наконец, приберите команду словами реальными. Я про это немножечко уже сказал. Действительно, бывает, что не все зависит от этой команды. Что-то зависит от, я не знаю, законодательства, не знаю, там, вашей компании где-то в стратосфере какие-то решения приняты, да, а вам надо с ними как-то дальше жить. Вот все стадии принятия, да, вот те самые знаменитые, как раз-таки на ретроспективе они проходят, опять-таки, довольно легко и органично. Ну, как легко? По-разному. За что команды ценят ретроспективы, тоже интересно. Ну, я это понимаю из форм обратной связи, когда их читаем. Форма выглядит вот так. Не обязательно, наверное, сейчас вот это фотать, да, но основная идея такая. Мы всегда считаем NPS, и для нас важно. Net Promoter Score, может быть, вы знаете, да, это количество приверженцев минус количество критиков. Ну, почитайте, по-моему, надо будет. Дальше есть парочка вопросов по содержательной части, что именно в плане контента зашло, чего не хватило. Есть два вопросика, конечно же, про организацию, да, что было хорошо, чего не хватило. Дальше у нас условная новинность, хоть представляется, хоть нет. И очень важный вопрос, он посерединке. Я понимаю, что делать при итоговом ретроспективы. Это, ну, чуть ли не психологический контракт, да, который можно заключить с каждым участником, или просто понятие, да, вот вообще он собирается тебе что-то делать или нет. Это еще не ответ на этот вопрос окончательный, но все-таки помогает и заказчику, ну, руководителю, ощутить, да, вообще, будет ли что-то меняться. Ну, и ведущему также, если это два разных человека. Вот конкретные высказывания из каких-то форм обратной связи. Я выбрал те, которые наиболее характерны. Все любят, когда уважается тайминг. Очень многие любят, когда с руководителем, говоришь, на равных, он такой же участник ретроспективы, линейный, да, как все остальные. Были случаи, когда, например, кто откричал, «О, давайте мы там нашему руководителю дадим право вето на какие-то темы». Кто-то размещался, «С какой стати? Нет, давайте будем на равных». И команда сама принимала решение, как ей хочется работать. И, как правило, вот это нравится. Больше того, руководители поумнее, они прямо специально говорят. Они присаживаются в роли вниз, вниз. Они отказываются от того, чтобы решать за других. Но, тем не менее, они хотят участвовать в ретрах на равных со своими командами. Это нормально. Дальше. Ну, структура, да, что там еще? Глубина, что темы были взяты именно актуальны, что не было там молчунов, да, это нравится всем, даже тем, кто хотел быть молчунцем, да, может быть. Ну, и, там, последний коммент как раз про то, что есть такое легкое ощущение голода, да, это не хватило, да, но в то же время есть совершенно реальные действия, которые воспоследовали тут же, да, за этим статем. Это нормальности не хватает. Это тоже один из установочных важных моментов, которые я всегда заявляю, что никакая ретро никогда не решит всех проблем. Она только вот ставит многоточие и вызывает у вас вот некий аппетит, желание решать проблемы. У вас, кажется, была возможность почитать. Значит, масштабные виды. Давайте безсложные классификации у нас тут как бы нет. Режут биологии. Но, тем не менее, есть некий формат максим, да, вот это один или два дня проводятся, именно рабочие дни, полноценные, там, соответственно, от 8 до 16 часов я бы так определял. Глубина вот именно такая, исследование, да, либо сначала проекта, который тоже был где-то в сопоставимом по времени прошлом. Ну, есть мини, это спринтовые перспективы, есть бесконечное количество вот разнообразных форматов в середине, но я вот сегодня про это рассказываю, про большой формат, потому что, если увидеть сразу все море, то можно более-менее понять любую каплю и любое подморство этого моря. И если вы захотите делать меньше, и, скорее всего, придется делать меньше, вы хотя бы будете осознанно понимать, что именно вы смёрджили, чем вы пожертвовали, ради чего. Именно поэтому я что провожу, то и показываю, но, мне кажется, есть такое нормальное обоснование, почему вам это пригодится. Посмотрим на все в большом масштабе, и вы поймете, чем можно жертвовать, что можно сокращать. Значит, в основе нашей теории лежит вот эта вот книженция. Эту вы сможете найти даже в электронном виде на русском языке, вы уже герой. Ну, почему-то она редко попадается, да, но Раккёрт написал ее мне еще в начале. Ну, в тысячных, хорошее, подробное, далеко не единственное, но мы опирались изначально, когда строили нашу методику на него. Ну, тут как бы доказывается, что он такой шарик, да, в этом вопросе. В общем, вот имейте в виду, если попадется хорошо, если нет, то и без этого материал в полном интернетах. Как обычно строится план подготовки и работы над Летвой? Ну, все начинается за пару недель. Почему пара недель? Ну, потому что время сопоставимо с длиной спринта. Ну, большинство спринты там три недели, три недели, правильно? Потому что очень важно, чтобы на Летре люди не занимались текучкой. А на это надо время подготовиться, разгрести себе рабочий день или два или даже полдня, чтобы гарантированно ты был свободен от вот этой ерунды. Поэтому подготовка, потом настройка, анализ – это уже первый день. Второй день – это решение. Что у нас в подготовке? Установочная встреча, интервью с участниками. То есть мы еще и разговариваем с участниками там один на один, понимая, ну, пытаясь понять их настроение, о чем стоит говорить, какие стоит задавать наводящие вопросы, на что акцентировать внимание, какие темы, может быть, болезненные, с ним надо аккуратнее быть на свой перспективе. Это вот подготовка. Но дальше уже непосредственно на Летре, что мы должны понять, чем все это закончится, да, почему наша Летро будет успешной и какие правила нам помогут хорошо двигаться к финалу. Анализ – это та часть, где люди говорят о наболевшем. Это очень важная часть, где мы не критикуем никого, да, возможно, всем высказаться. И если хорошо была проделана предыдущая работа, мы создали действительно комфортные условия, то люди будут спокойно говорить о хорошем и плохом. Это очень важно. Соответственно, и вот эта часть, кстати, больше всего грузит на ветрах. Потому что ты с собой-то разобраться не всегда можешь. А здесь тебе надо въехать в картину мира вот каждого из присутствующих. Это тяжело, если ты к этому подходишь ответственно, действительно хочешь в этом разобраться. Вот именно эта часть очень затратная для всех участников. Но есть инструменты для того, чтобы, значит, собрать эти мнения, вытащить их, выслушать и после этого уже есть основание штурмить вместе. Собираться уже в командах и работать над теми проблемами, которые мы успели зафиксировать. Ну, собственно, вот если совсем град, то вот так. Погнали дальше, чего мы с временем? Я знаю, что в 9-7 года не стоишь. Нормально. В жире вот под задачей моей выглядит примерно так, когда я провожу риту. Опять же, нет смысла перечитывать, вглядываться, значит, скачаете, просмотрите. Ну, есть еще конфлиенс, у вас, может быть, какая-то своя база знаний. В общем, опять же, каждый этапчик вот у нас тоже выделен. Причем мы очень любим вот это definition of dumb, то есть определение, чем каждый из этапов должен закончиться, с чего он должен состоять. Очень хороший подход. Соответственно, берите, используйте у себя, если до сих пор вы это не применяли. Ну, там более-менее можно прочитать все те же слова, которые были в двух предыдущих слайдах. Просто есть больше подробностей, что именно на каждом из этапов у нас происходит. Так, ну, про оффлайн и онлайн. Провожу и то, и другое. Ну, возможно, сравните вот это вот живое состояние, настроение вот с этой сухостью, например. Ну, мы Miro любим. Используйте Miro. Нет? Miro четыре буквы. Хорошая штучка, действительно. Ну, сейчас трудно покупать лицензию, но даже на бесплатчике нормально можно жить нам, гордым жителям нашей страны. Так вот, ну, понятное дело, что сравнивать можно и нужно. Я какие-то, может быть, вещи для себя определил, где лучше одно, где лучше другое. Но живьем сегодня уже много говорили про окситоцин и про потрогать, и про обнять. Вот поэтому, конечно, в целом эффективность выше там, где больше вовлечены органы чувств. Да, вот если мы так по строчкам будем смотреть. Ну, а, значит, в интернетах хорошо, когда у вас команда распределенная, и если вам не хочется еще всем оплачивать там гостиницу, проживание и все такое прочее. Ну, это просто технически более удобно по интернету, да? Дальше живьем. Технические вопросы – это там флипчарты, какой-нибудь малярный скотч, эти стулья притащить, вентиляцию включить, проветрить. Что-то еще бывает. Ну, в общем, куча всяких проблем. И, собственно, любые коллективные действия, они вот имеют вот эти вот паразитные активности. Надо куда-то пойти, надо что-то карточка писать. Это долго. И, например, одна из самых сложных мучительных задач для тех, кто оффлайн на ретрах собирается, это написать на карточках… Кто такой читает? Я победил, а нет, я еще не победил, вот микрофон пока еще надо работать. Так вот, самое сложное – написать разборчиво, да? То есть, считай, как с кодом, да? Пишешь один раз, читаешь, а потом двадцать раз. Вот, так и здесь. Если ты карточку пишешь, ее потом читают все, поэтому, да, это сложная задача. Я прямо вижу, как люди, которые сидят на ретрах, они пишут карточки, я прямо вот вижу, как у них растут лобные доли, да? Вот эта мелкая моторика, она сильно помогает, ну и бесит одновременно, да? Вот, конечно, онлайн все это можно готовить заранее. Дальше что? Физически, опять же, трудно уравнять себя в правах. Кто-то больше, кто-то главнее, а в интернете у всех голова примерно одного размера. Но, правда, гады иногда включают камеры, тогда понимаешь вообще, он еще точно здесь с тобой, или все-таки занимается какой-то другой задачей. В целом, живая ретроспектива хотя бы разок, вот в первый раз большую провести стоит. Чтобы люди друг друга действительно пощупали, узнали, чтобы стало интересно помочь друг другу, чтобы стало неловко вредить друг другу, да? Ну и вот все вот эти вот важные вещи, которые происходят только онлайн. Ну, в смысле, оффлайн. Ну и, конечно, автопати – это древнейший ритуал. Кто бы не берегает автопати, тот, в общем, ничего про жизнь пока еще не понял. Да. А дальнейшие поддерживающие форматы, да, онлайн можно проводить. Бывает так, что одной ретро-оффлайн не хватает, и тогда можно добивать уже штурм на разные темки по интернету. Покажу примерно шаблончики, как мы это делаем. Дальше будет несколько слайдов про то, что вот у меня точно хорошо работает и мне помогают вести ретро. На установочных встречах, когда мы говорим о команде, которую собираем вместе с заказчиком, одновременно он руководитель, если вы одновременно и ведущий руководитель, вы для себя эти роли разделяете. Это очень важно. Я тоже это обязательно разделяю. Даже если есть нечто сказать как эксперту, когда я веду ретро, я беру команду, извиняюсь, говорю, ребят, я сейчас выйду из роли фасилитатора, из роли ведущего, если вы мне разрешите, да, и скажу вам что-нибудь как эксперт, потому что мне кажется, я в этом что-то шарю. Если мне команда разрешит. Точно так же вы, если вы ведущий, забудьте, что вы и кто-то еще в этот момент. Разделяйте эти роли, это очень важно, как мне кажется. И это не путает тогда людей, которых вы ведете. И опять же, ведущий нужен для того, чтобы команда работала, а не для того, чтобы он их там подпинывал. Поэтому он фасилитатор, да, он облегчатель, а не заменитель. Так вот, на основочных встречах, что очень важно, чтобы руководитель, если это опять же вы, выйдете из роли организатора, да, и станете руководителем в этот момент, объясните, почему именно сейчас, почему ретро надо провести вот сейчас, именно для этого состава, что хотите получить на выходе. Это обязательная вещь, без этого добавить. Чего вдруг мы будем от работы отрываться? Второе, про что уже говорю я, опять же, как организатор, как фасилитатор, что ретро – это никакой не отдых, это не как раз и отвлекаться от работы. Поэтому важно не проводить это в выходные дни, например. Если вам, я не знаю, позволили вам бюджет, ваша там структура доходов, расходов, но очень важно, чтобы это люди воспринимали, как нормальную работу. Это часть работы, поэтому не надо делать это в пятницу, где-нибудь на задворках истории, на задворках календаря, потому что это сразу понижает статус это мероприятие на эффективность. Поэтому надо, надо работать и надо на это настроиться. Дальше освободить себя от текучки, я правильно же сказал. Самая важная задача для всех участников – это хорошенечко вспомнить, что происходило. Потому что, конечно, для нас важно все, от чего человека радовало и от чего его бомбило. Соответственно, именно опираясь на эти события, мы и будем строить всю рету. И нас интересуют три типа как бы событий. Те, в которых вы участвовали лично, вот прям лично, да? Те, в которых участвовала ваша команда. Может быть, не лично вы, но команда точно участвует. А может быть, вся компания или есть какие-то глобальные процессы, но не влияет на… Тем не менее, они влияют на проект, которым вы занимаетесь. Вот про все это предлагаем вспомнить. Вспоминают по-разному, я не настаиваю. Хочешь – просто умом вспоминать, хочешь – блокнотиком вспоминать. То, чем хочешь. Если это онлайн, можно вспоминать сразу с помощью специальной формы. Очевидно. И никогда заранее не полюбить регламент, потому что жертвой регламента быть нельзя. Всегда происходит чуть-чуть по-разному. Всегда приходится чуть-чуть корректировать происходящее. Поэтому задаем только точно, когда будет начало. Примерно, когда будет конец. Но давайте не фиксироваться на том, когда будет конец. Чтобы успеть на карактивный транспорт, еще в театр и так далее. То есть на всякий случай иметь в запасе еще часик-два, даже невзирая на автопати. Это было бы круто. Потому что ретры дорогие сами по себе. Потому что если туда уже пришли, давайте доведем их до конца, доделаем. Нежели чем будем думать о какой-то ненужной фигне вроде других планов на вечер. Дальше. На самой ретре только иллюзия, что люди друг друга знают. У меня прикольно работает каждый раз рассказывать не про себя, а про своего соседа. Набор этих вопросов всегда чуть разный. Можно спросить что-нибудь про хобби. Допустим, хорошо помогает. Если времени мало, тогда про хобби не надо. Тогда про то, что вы крутого делали. И даже на фазе знакомства с таким подходом люди уже выравнивают информационный фонд. Он понимает. О, смотри. Вот, оказывается, чем он занимается. А не то, что у него написано на корпоративном портале. Оказывается, не одно и то же. Так что вот эта часть ей, конечно, нельзя ни в коем случае пренебрегать. Именно потому, что вам только кажется, что люди друг друга знают. Не знают они чем-то. Дальше. Я люблю такую приладу, как Ментиметр. И с помощью него иногда делаю опросики даже на офлайн-мероприятиях. Вот, например, для меня очень важно вначале понять, готовы ли будут люди говорить правду. Это анонимный опрос, конечно же. Вот есть пять уровней возможной правдивости. Ну, Ментиметрия может вот так выглядеть в итоге. Ну, понимаете, да? Вся команда потом смотрит, что с этим делать. Ну, видите, вот такой итог. Ну, вот, на такую откровенность, вы сами сейчас готовы. Ну, это же видите, значит, с этим, да. Дальше. Ментиметрия ожидания. Интересует и эмоциональная составляющая. Спрашивают про ассоциации какой-то облакотегов, получается. И про именно ожидания уже по темам, которые точно сегодня должны быть затронуты. И вот буквально вот с этого мы примерно начинаем еще по ретроспективу. И этот же слайдик у нас оказывается где-то в конце, где люди сверяются. А точно ли они получили то, что ожидали? А то вдруг кто-нибудь воскресит. Господа, почему не сыграл мой козырный туз? Я же хотел вот этого и не получил его. Такое бывает. Но, значит, опять же скажу, что ретро никогда не ставит точку. Поэтому важно не потерять вот эту недополученную вещь и вернуться с ней к человеку одному либо с каким-то подножеством из тех, кто был на ретре. Это самое главное правило. Оно самое сложное. Потому что презумпция невиновности, она легко читается в юридических документах. Но людям она не свойственна. Если вы не знали, почему человек что-то не сделал, вы всегда будете думать про него, какая он сволочек и какой он негодяй. Ну, может, не лично вы, да, здесь люди все подготовленные, да? Но часто такое бывает. Поэтому очень важно, чтобы мы вот доверились друг другу, что действительно вот мы верим, что все стараемся по-честному, по-настоящему. Вынужден дальше быстренько говорить. По правилам. Команда сама формирует правила, но есть парочка метра правил, да, что любая активность добровольная. Главное, говорить вы, участвуете или нет. Дальше в любой момент правила можем менять. Дальше очень часто и очень важно, чтобы было стоп-слово. Каждый может, ну, мы все его придумываем на команду. Каждый может выкрикнуть, если ему дискомфортно. Ну, вы понимаете, да? Это очень важно. Надо понять, будете ли вы шутить над присутствующими. Над присутствующими и святое. Над присутствующими по-разному бывает. Будете ли вы материться? Будете ли вы поднимать руку, чтобы просить слово? Может быть, что-то еще? Как будете спорить? Вот есть там примеры конкретных правил, которые там были. А вот чувак, который вынужден был надеть шапочку из фольги за нарушение какого-то из правил. Ну, бывает очень по-разному. Ну, они так договорились. Дальше. Сегодня полограмма уже вспоминали. Есть прекрасная пирамидограмма, которая помогает нам держать уровень любой дискуссии на приличной высоте. Только про это я могу еще рассказывать дополнительно целый час. Поэтому, когда здесь выключат свет и нас сюда выгонят, я уже перед зданием смогу продолжить, наверное, если захотите. Так, дальше. Паймлайн – это там, где мы собираем те самые события, которые люди вспомнили. Значит, делим зоны обычно по квартально или помесячно. Как правило, не умещается все в тот период, который мы исследуем. Поэтому это личное изобретение. Слева обязательно добавить бездну. Всем любителям ваш орга посвящается. Бездна обязательно должна быть. Ну и слава, конечно, туризм, когда события не было, но есть какие-то идеи, у которых нет какого-то бэкграунда в прошлом. Тоже хорошо, если мы это не теряем. Дальше. Из того, что люди на карточках написали, надо собрать, в общем, структурированный и приоритизированный список тем. Это очень много времени занимает, потому что каждый должен рассказывать много. Поэтому очень круто, если карточки будут группировать сами участники команды, почему фоксилитатор должен напрягаться, калорий еще тратить не хватало. Поэтому сам руководитель с какими-то помощниками он карточки уже группирует, похоже их составляет вместе, и в конечном счете мы составляем три большие такие флипчартика, три доски. Что получилось хорошо, мы не хотим забыть, что надо обсудить подробнее, что мы хотим сделать иначе. В реальности синие и красные карточки слипаются в один список. Разница довольно призрочная между ними, ну и бог с ней. А вот что про зеленые карточки, очень важный момент. Прикольно порадоваться тому, что было, но очень важно понять, это было единичное событие или часть ваших регулярных достижений и успехов. Это очень большая разница. И проверяйте, потому что бывало повезло, бывало у вас что-то хорошо удалось, а стала ли это частью процессов еще не факт. Надо в этом удостовериться. Или может быть часть команды это сделала, а часть нет. Поэтому вот здесь есть неявный технический долг именно в части фиксации всего хорошего, что вы уже успели достигнуть. Дополнительные категории возникают обязательно. Например, это решим рабочий в порядке, потому что не надо этим составом напрягаться решать чей-то частный вопросик. И, например, когда просто человека побомбило, но решать вообще ничего не надо, он высказался, поделился своей болью. Она осталась в прошлом, сейчас ее нет. Ну, было и было. В общем, и забыли. Может быть, что-то еще можно придумать. Ну, а как обсуждаем? Хотите сэкономить время? Не путайте вот эти две вещи. Фиксацию проблемы и ее решение. Ну, кто занимается бизнес-аналитикой, для вас это ваш хлеб. Да, вы понимаете, отлично. И как раз люди залипают на том, что начинают сразу это решение. В этот момент надо орать стоп-слово и говорить, ребята, перестаем обсуждать, давайте идем дальше. Обсуждать будем потом. Можем только уточнять, задавать уточняющие вопросы. Если таймер обратного счета крутится на экране, это очень круто. Прямо в Винде есть встроенный хороший будильник, я его запускаю на экран, ставлю и дисциплинирует нормально. Лимит на зеленый, потому что, опять же, не хочется слишком сильно залипнуть на то, что уже хорошо. Ну, поэтому по 3-5 карточек на человечка и хватит. Ну, за молчанами надо смотреть. Говорнов останавливать. Ну, как? Наверное, это тоже тема отдельная. Я просто говорю, что эти проблемы есть. Их обязательно надо решать на этапе обсуждения у кого чего болит. Как штурмим темы в командах? Значит, вот это наш метод. Люди в командах работают в течение часа, полутора и отвечают последовательно на пять вопросов. Как ситуация выглядит? Сейчас? Понятно. Как должно быть? Это сложно. Потому что все себе вообразить фоллаут могут, а прекрасное будущее с трудом. Это реально напрягает, потому что вообразить все хорошие процессы – это результат опыта. Так, что у нас? Нормально еще. Да. Так вот, в чем причине соответствия? Понятно. С четвертым пунктом часто бывают непонятки. Ну, смотрите, как должно быть, мы наобразили себе вообще суперпрекрасное будущее, но мы же не можем его реализовать, например, за три месяца. Поэтому мы берем некое подмножество из пункта 2, у нас получается пункт 4. Окей? Нормально? Идея, да? А вот чтобы реализовалось то, что в пункте 4 мы написали, мы уже пишем тудушку. Конкретный список задач, у которых наверняка уже есть или тут же по ходу мы определяемся с именем и фамилией того, кто будет это делать. Прежде чем закончить ретро, обязательно я делаю фестиваль мемов. Я вообще не люблю конкурс, я люблю фестивали. И не надо бороться, где можно просто ржать безкорыстно. Вот это минут 20, то есть просто на темы, которые обсуждали монореты. Потом каждая команда сидит и генерирует мемасики. И по моей команде мы все это вваливаем в общий чат, который обычно в нем в Телеграме. И вот вы видите здесь большое количество фотографий. Собственно, я в Телеграме это всегда и фиксирую, который привязан именно в этот чатик к именно этой ретроспекте. И все ржут, когда эти мемы делают, потом когда ими делятся. И вот, собственно, все то восстановление поврежденных команд, про которые я говорил в начале, происходит только сейчас. Потому что даже в течение всей ретро команда продолжает разрушаться, это тяжело. А вот именно когда дело дошло до мемов, вот тогда уже смешно. И понятно, что смешно в контексте именно тем, кто сейчас вот это все переживал и обсуждал. И это дает очень, ну, хорошее такое завершение для этой перспективы. И про автопати, ну, я фотку вам не покажу никакую. Пусть это у каждого будет своя история. Кому как нравится, так и делайте. Но делайте, пожалуйста. Дальше. Чем важно закончить? И вот тоже в каком-то смысле definition of done на конец ретроспективы с командой. Есть претизирный список задач. Люди сами проголосовали. Не только мы помогли им создать этот список, но еще они проголосовали, какие с кем важнее. Я не сказал, как это делать технически. Ну, допустим, когда список написан, у каждого есть возможность напротив трех разных тем черкнуть, там, штришок или поставить точку по разу. То есть, ну, три раза, за три разных тем проголосовать. Вот все пошли, наштриховали, вот вам вариант голосования. Да вы получили уже некую приоритизацию от команды. Сразу скажу, что в таком подходе, в чистом виде, есть, конечно, шанс некого сюрприза для руководителя. Вы думали, что вот это будет главное, а команда определилась нечто совсем другое. Да, главное. Ну, такое бывает. Ну, теперь это бы готово. Если у вас это не устраивает, ну, придумайте какую-нибудь управляемую демократию. Заявите какую-нибудь свою тему, как точно приоритетную, а все остальное дайте команде. Ну, не забирайте у нее все, иначе, ну, как бы, на что потом рассчитывайте, на какую самостоятельность. Так, дальше что? Приобретен опыт совместного решения проблем. Допустим, из списка 15 задач были вот проштурмлены три. Ну, мало же. Но мы это сделали сейчас этим составом. Люди эту методику на себе опробовали. Я ушел, а навык остался. Проводите дальше без меня, когда хотите. Кратно, двум часам вы можете штурмить темы и делиться с командами. Как это делается, я вам, конечно, сейчас подробно не рассказывал. Еще раз скажу не потому, что я жадный, а потому, что не успею все за один раз. Дальше. Владельцы задач появляются в теме. Владельцы – это… Ну, вот такой хитрый термин, наверное, мы его так используем, потому что владелец – это кто? Это, как минимум, тот, кто точно знает, что с этой темой происходит. Ну, как минимум, он мониторит происходящее. Как максимум, он все-таки является одним из главных иорских холдеров. Для него очень важно, чтобы именно эта задача была решена. Он готов напинывать всех вокруг. То есть, фактически, это наглядная иллюстрация матричной системы управления, когда каждый является руководителем небольшого проектика по развитию своей команды. И в этой роли он важнее всех остальных компаний. Да? Каждый имеет полное право на исполнение своих обязанностей. Вот, например, работать именно эту тему. Его назначили, но после этого у него возникают дополнительные права, конечно. Дальше. Что очень важно? Назначена дата фоллоуапа. То есть, встреча по результатам ретроспективы, как правило, если она большая, то месяца через два-три, может быть, четыре, когда люди вот то, что в тудушках понаписали, все-таки предположительно поделали. Опять же, если говорить циниченка, то по-настоящему команда начинает работать, когда им сказали, ребята, фоллоуап у нас будет через две недели. О, точно! Что там у нас было? Полезли и давай быстро пахать, процессы совершенствовать. Если вы скажете фоллоуап завтра, ну, на фоллоуапе будет печальное зрелище, да, люди будут краснеть, потеть, не знаю, что сказать, ну, зачем с ними так поступать. Но, опять же, я говорю про какую-то очень низкую ступеньку осознанности, может быть, у вас совсем по-другому все, да, у вас люди организованные, они реально тут же бросают это делать. Но имейте в виду, что если нет назначенной даты фоллоуапа, и люди не знают, что придется потом рассказать про то, чего они добились, то качество ретроспектив, конечно, и их полезность резко снижается. Поэтому очень важно, чтобы в этой истории было продолжение, как бы у детской песенки, да, похода есть начало, а по концу апа, походу, нет. После первого фоллоуапа, может быть, второй, третий, но пока не исчерпается тот список тем, который там был, но там, сами поймите, как это надоест. Дальше, в конце тоже хочется услышать, как звучит голос каждого. Есть форма обратной связи. Хотелось бы, чтобы была, да, приятно получать. Спасибо. Очень полезно получать, естественно, всю, мы же мастера эвфемизмов, да, развивающую обратную связь. Очень полезно получать. Ну, все, ушли на автопатии и, наконец-то, радуемся жизни. Значит, вот в онлайне, вот примерно так в Миро у нас выглядит мелко, да? Ну, скачайте ее, рассмотрите. Вот там зоны, карточки туда и крепите, вот там, как ситуация выглядит, как должно быть, ля-ля-ля-ля-ля, там, степень одобрения, там еще есть обратная связь от команды. Вот так мы фиксируем и работаем в онлайне, в Миро, потом, если нам не хватило оффлайновой ретри. Ну, вы все-таки можете сказать, что, Рома, ну, по два дня не проводим ретроспективы, да, если там вариантов поменьше. Есть комплект поменьше, который я провожу, и вот он выглядит вот так, и вопросики такие. Есть цель, есть некий облакотегов с заранее понятыми, обозначенными темами, темами вокруг которых будем рулить. В данном случае была цель, там, проектный кодекс, что-то такое. Есть регламент объявленный, что есть две пачки для заполнения, две колоночки, да, что получилось хорошо, что пошло не так и почему. И дальше три, вот, что мы генерим, что является результатом ретро. Что сделать в следующий раз по-прежнему, то есть, хотелось того, чтобы мы наследовали все хорошее, что сделаем по-новому и что точно не будем делать в следующий раз. Вот на такую штучку, ну, смотря какую команду, конечно, ну, часть-ка на четыре, наверное. Вообще, ну, хороший ретро быстро не получится, потому что люди должны говорить, они должны делиться чувствами, и, там, химические процессы внутри организма очень трудно ускорить. Так, эволюция ретро. Значит, опять же, вот смотрите, у фасилитатора все идет к одному идеалу у команды, где вы, для своей команды всегда проводите, или ваша команда всегда проводит ретро и сама там для себя, так или иначе, немножко разные идеалы и немножко разные итоги. У фасилитатора все превращается, ну, в отель, в номер люкс в отеле, где все чистенько, аккуратненько, может быть, минималистично и комфортно для любого туда едет. Вот. Ну, конечно, у команды постепенно, да, если вы постоянно проводите свои ретроспективы, у вас обязательно появится что-нибудь свое. На досках появятся какие-нибудь свои мемазики, вот именно своя тема, свой юмор. Вы как-то под себя это обязательно будете подлаживать и что-нибудь делать красивенько и интересненько. Вот. Поэтому, конечно, я больше всего вам рассказывал сегодня вот про то, что делает Стах. Самое важное – не мешать команде, а оставить эти шаблоны, да, даже если так, и они потом все там живут и пролетят вот в этот вот балагар, как им давно хотелось. Наверное, у меня все, и я готов дальше поотвечать на ваши вопросы, если они у вас еще остались. Спасибо за ваше внимание. Спасибо большое, Роман. Друзья, у нас есть возможность сейчас задавать вопросы в зале. Пожалуйста, поднимайте руки, если что-то хотите сказать. Большое спасибо. Правда, очень классный такой именно деклад. Но есть такой вопрос. Допустим, есть команда, она большая, и есть все-таки такое узкое горлышко. Насколько большая? Ну ладно, человек 15-20. Около того. Пошутил. Не прям большая, но большая. Ну да, ладно, почему-то. И там есть один, допустим, прям очень жесткий специалист, там прям сеньор классный, но он токсик. Прям максимальный токсик, который не любит ретро, ничего такого, однако очень многие проблемы могут прям крутиться возле него. Как поступить в этом случае, то есть будет ли он сам участвовать в ретро? Если он будет, то как с ним необходимо обращаться? Либо его нужно выкинуть из ретро? Если все-таки будут какие-то действия, решения, связанные именно с ним? Как поступать в таком случае? Ну, сразу скажу, что тяжело лечить по фотографии, но есть некоторые вот вещи, которые я точно понимаю. Во-первых, сеньоры токсичат, потому что они, к сожалению, знают, каким прекрасным может быть мир, но он не таков. Поэтому их токсичность очень часто очень-очень полезная. Важно из них вытащить вот это, значит, когда вот осядет вот все, что бурлит, да, и вытащить из них суть вопроса. Поэтому не надо тут ориентироваться только на то, что он норет. Если орет сеньор, это или плачет, да, это не то же самое, когда плачет там джун. Это очень разные слезы, разная у них ценность. Поэтому, значит, мы считаем, что для нас важно вытащить из него суть, да, не агриться на вот эту дурацкую форму, да, потому что его там плохо воспитали, или он понимает, что он вот прямо уже звезда, без него никто никуда не денется, и он просто начинает себя безобразно вести на байт плечи. Ну и ладно, и что теперь идти, ну, а где другого сеньора взять, давайте с этим дальше жить работать, если еще это возможно. Так вот, значит, очень важно, чтобы команда понимала, что она в целом управляет ситуацией. Чтобы любой реально мог заорать стоп-слово, если что-то пошло не туда. Мы специально тренируемся в начале, да, когда вот вы придумали стоп-слово, допустим персик. Ну, давайте просто заорите персик, чтобы каждый мог это сделать. Давайте по команде три все заорут это слово. То есть, чтобы человек понимал, что он сейчас, вот этот сеньор, да, что он не раз на раз сошелся с ведущим, да, а он сейчас пытается встать в оппозицию целой команде. Ну, то есть, ему не получится и неудобно это будет делать, скорее всего, если вы правильно все организуете. Поэтому, еще раз, ведущий, он должен быть ведущим, команда определяет то, что происходит, и задает правила комфортности и удобства. И сеньор вместе с ними сидит, придумывает правила, которым сам же будет подчиняться, потому что он участвовал в их придумывании. Вот, наверное, так бы я очень коротко ответил. Нормально? Да, вполне, спасибо. Коллеги, вопросики? Спасибо большое за доклад. Подскажите, пожалуйста, в чем принципиальная разница между стратегическими сессиями и ретроспективой? Потому что, ну, очень много смежных моментов, и результат как будто один – это образ счастливого будущего. Не, ну, можно что угодно назвать ретроспективой, и что угодно назвать стратегической сессией. Поэтому, ну, прости, я не знаю, что у тебя в голове, да, вот в этот момент, да, но, как бы, простой ответ такой – как назови, так и будет, да. Но, так как мы понимаем стратегическую сессию, все-таки чаще происходит так – сначала наверху долго совещались и дали добро, внизу зло вырубались и пошли выполнять, так добро побеждает зло – это стратегическая сессия. А ретроспектива, когда команда побеждает зло внутри себя, самих и внутри самой команды. То есть на ретроспективе все-таки команда реально рулит. На страт-сессии – это обязательно спускание сверху некоторых установок и, говоря, вы меньше идите с ними. Все-таки ретро, я понимаю, что для меня разница именно в этом. Окей, спасибо. Да, окей. Да. Так, кто еще не трогается театр, давайте вопросы задавать. Еще вопросы? Едем, границем в кино, в автороплачане. Вопрос такой. Вы сами говорите, что иногда ретроспектива затягивается, может выйти за границей рабочего дня, там час, два, три, но у всех же обстоятельства, семьи, дети, тренировки, кто-то наверняка уходит в этот момент. Бывает такое? И как сильно это подрывает вообще общий настрой? Вот люди такие вспоминают, радуются, там мемы какие-то делают, а тут один человек берет и уходит, потому что у него обстоятельства. Если один из троих – это беда. Если один из двадцати – не такая большая беда, поэтому, наверное, здесь арифметика немножечко рулит, да? Вопрос, какая часть команды. И еще раз скажу, что все-таки это ущерб, потому что команда пришла, команда сколько вошло, сколько вышло, конечно, дело. И, понятное дело, что именно для этого надо готовиться. И опять же, это часть культуры команды. Ну, ты же заранее знаешь, когда у тебя будет тренировка, день рождения твоих родственников и еще что-то. Ну, кроме очевидных форс-пажоров, связанных со здоровьем, будет там либо еще с чем-то, да? И именно поэтому установочная встреча за пару недель. Именно поэтому говорится о том, что это важно. Эта ценность заявляется, ну, насколько возможно, дайте все донести. Если до сих пор… К тому же, опять же, какая у вас сейчас преобладающая культура? Если до сих пор было всегда нормально с совещания уходить, потому что у меня дети, там, жены и так далее, да? И вдруг ты хочешь, чтобы на ветре у тебя все остались до конца. Ну, наверное, не получится. Люди будут, скорее всего, воссоздавать те привычки, которые уже сформированы. Поэтому, если хочется, ну, обеспечить, что они все останутся, да? Ну, просто надо понять, как их область ближайшего развития. Готовы ли они задержаться на полчаса? Если готовы только на полчаса, надо рассчитывать так, чтобы на два часа потом не оставаться. Нормально? Окей? Хорошо. Можно тоже вот такой вопрос? Можно. Что делать, если вы на установочной сессии заявляете ценность, а команда ее не принимает? Не понял, почему я устанавливаю ценность на установочной встрече? Ну, вот вы знаете, то есть вы заявляете ценность при перспективе. Ага. Ну, есть, в принципе, навык готовность к переменам, да? Опять же, есть команда, которая в целом, команда, она подвижна. Вот тот самый джайл головного мозга, он же не в том, что надо манифест прочитать, а то, что, в первую очередь, у тебя внутри готовность есть, что у тебя изменения какие-то внешне возможные. Окей, нормалек, погнали, да? Если так мыслит команда, проблем нет, да? Тогда они и принимают как гипотезу, как рабочую гипотезу, что это важно. Если процессы давно не менялись, то, понятное дело, что это может идти со скрипом естественно. То есть, опять же, я напираю на то, что есть прямо сейчас уже какое-то отношение команды, в принципе, к экспериментам. Конечно, тяжелее всего тем, кто в заказной разработке, потому что, когда считаешь каждую минуту, это блин, реально нужна какая-то очень правильная поддержка от ваших топов, чтобы люди реально не понимали, что вот то, что они сейчас делают, это крадет у них время, деньги и так далее. Очень круто, если вы можете обвешаться какими-то метриками и понять через какое-то время в цифрах, что это ретро вам принесло. Можно опираться на чей-то чужой опыт. Если вам есть чьи-то чужие метрики, возможность принести и показать, что вот эти люди ретро неделю, а потом стали делать интерспективы, и у них сады расцвели. Ну, может быть, так можно доказать. То есть, я бы сказал так, что это доверие каким-то авторитетам, если они есть, это опора на готовность меняться в принципе, это полное одобрение руководства и достаточное количество ресурсов, чтобы это осуществить. И что я там последний наврал? И, наверное, доказательства через цифры, которые в общем-то хорошо, чтобы они вообще когда-нибудь появились. Это непросто, но к этому можно и нужно стремиться. Еще вопросы? Еще вопросики? Да. Спасибо. Вот такой вопрос. Вы вспоминали, что можно так вводить новичков в команду. А как правильно организовать этот формат, чтобы не было такого, что новичок сидит и думает, очень интересно, ничего не понятно, можно я уже пойду? Ну, потому что же суть в том, что мы рефлексируем над прошедшими проектами, а новички в них не участвовали. Ну, а почему у него должна возникнуть идея, что можно отсюда пойду? Наоборот, новичок – это же человек полной энергии. Он хочет как можно быстрее въехать в происходящее, если мы говорим про каких-то нормальных доброкачественных новичков. Если ему сразу хочется отсюда пойти, то, скорее всего, не пройдет испытательный срок. У меня есть такое предположение. Потому что нафиг он такой нужен, если ему не интересно сразу. Если ему не интересно, когда он стал сеньором, это еще можно понять. А когда ему не интересно сразу, это плохой новичок. Поэтому, скорее всего, если еще идет испытательный срок, это такой прям сигналчик нехороший. Я бы не хотел все сваливать на него, но и с другой стороны, не надо из него делать инвалида. Ну, чувак пришел, у него уже была какая-то история, что-то с ним произошло за последние две недели, ему есть что повесить. Он точно может рассказать, как его анбордили, как его адаптировали в команде. У него точно про это есть свежая информация, которая поможет и команде самой, и HR-ам улучшить процесс адаптации новичков, как минимум. Вот можно сказать, что в этой части чувак, ты для нас главный источник информации сейчас, ну или леди, смотря в то, нормально. Спасибо большое, увидимся на следующих мероприятиях.